добрый вечер дорогие друзья в москве 19 часов и наш фестиваль пока еще продолжает свою работу и в эфире гузель костына и сергей костына добрый вечер добрый вечер сейчас мы где-то должны появиться на голубых экранах что-то крутится напишите видно ли нас и слышно вот добрый вечер о видно слышно сегодня юля юля тоже всегда в первых рядах когда приходит спасибо приятно видеть ну что друзья сегодня обычный день вы знаете сегодня просто какая-то невероятная череда праздников сегодня у нас день отказа от курения я думаю вы слышали мы мирный семерный да но о чем не в мире что наша вся компания абсолютно все с кем мы работаем все не курят и ведут здоровый образ жизни многие из нас даже делают физическую зарядку не все правда я сейчас не делаю вот то есть мы за здоровый образ жизни чего и всем желаем если кто-то еще не обернулся в здоровый образ жизни самое время начинать сегодня до узелечки шикарный вуз согласен спасибо следующий наш праздник сегодня день блондинок да поэтому все кто имеет к этому празднику прямое либо косвенное отношение потому что иногда блондинками называют себя люди которые блондинками не являются по каким-то другим признакам вот мы вас тоже поздравляем то есть можно в законе сидеть и тупить да да может сказать я блондинка и тупись ей потом сегодня у нас последний день весны то есть во многих регионах сейчас начнет таять снег буквально через две-три недели станет тепло и может быть будет лето еще сегодня большой праздник для нас для всех у нас сегодня у нашего менеджера или день рождения человек который работает потрясающе грамотно и хорошо я считаю со всеми покупателями со всеми клиентами очень много внутренней работы ведет поэтому я думаю его можно поздравить но если у вас даже есть две минуты можете ему в ответ на рассылку написать или а с днем рождения я думаю будет очень приятно вот ну и завершающий конечно штрих сегодняшнего вечера сегодня у нас выступает замечательный мастер наш с вами любимый спикер любимые учители гуру сухого валяния очень позитивный и очень приятный человек лена смирнова давайте мы ее и похлопаем не или я сейчас не с нами ли я побежал сейчас английский язык изучать потому что он частенько осуществляет поддержку на английском языке но ему можно написать я думаю на почту лучше лена 1 раз да я здесь все хорошо видно и слышно а слушай а я в конце покажу можно то что ты мне подарила так конечно все ждем до конца я вам покажу совершенно замечательную одну штуку все мы рядышком удачи так я так понимаю что меня уже видно надеюсь да видно видно отлично всем здравствуйте всем огромное спасибо что оставили все дела пришли на меня посмотреть смотрю много знакомых лиц в чате вот я на право когда сюда поглядываю это я за вами слежусь читая ваши комментарии и в течение сегодняшнего вечера я буду туда поглядывать читать поэтому пожалуйста вы мне давайте обратную связь задавайте какие-то вопросы если у вас есть я постараюсь может быть не на все вопросики но постараюсь безусловно ответить потому что народу у нас сегодня очень много всем привет вижу ваши восклицательные знаки вижу что вы меня видите вот давайте мы с вами будем общаться потому что разговаривать с монитором и с камерам тоже понимаете что не всегда здорово немножечко проговорю техническую часть потому что я сама хожу часто на выступления смотрю других мастеров и знаю что задают странички ой вопросы какие-то по поводу как обновить страничку или что делать если плохое видео если у вас что-то не получается нажимаем кнопочку f5 и страничку вас обновится если тоже видите какие-то комментарии обязательно помогите чтобы все смогли послушать посмотреть что сегодня говорю если у вас плохое качество видео в правом нижнем углу есть такая шестерёночка пожалуйста не откните выберите максимальное разрешение картинки танечка баракова вижу тебя привет мои хорошие вообще очень рада что пришли и мои ученицы и мои поклонники и мои коллеги это очень классно это очень здорово надеюсь я вас сегодня смогу вдохновить рассказать вам много интересного полезного и конечно же дать безусловно очень важную нужную информацию по валяне ну что же а нет еще не все я вам хочу показать медвежонка своего многие уже конечно же видели но хочу еще раз его показать потому что он совершенно игровой я сама с ним постоянно играю у него крутится головка у него крутится лапки ножки тихость он такой замечательный он очень трогательный он очень тактильная у него такая классная классная поверхность то есть его прямо хочется постоянно щупы торгать и ничего с ней не происходит то есть она не заминается она не specifications то есть самый движонок по-себе он очень и очень плотно пусть максимально плотный максимально крепкий и с ним очень очень здорово играть ут break Я никак сама не наиграюсь, не могу расстаться с этим медведиком. Вот какие у него пяточки замечательные. Сегодня я тоже про него еще расскажу немножечко. Ну все, чтобы не терять время, давайте я сразу переключаюсь и будем с вами разговаривать про полезные всякие штуки, вещи. Очень много вам мне есть сегодня, что сказать, в общем-то, как всегда. Так, Сережа, подскажи, пожалуйста, чтобы мы время не тратили, видно ли мою презентацию. Да, видно. Ага, ну что же, давайте мы еще раз познакомимся, хоть Сережа меня так здорово сегодня представил, я каждый раз краснею, там бреднее, смущаюсь. Сережа, спасибо большое. Итак, меня зовут Елена Смирнова. Пожалуйста, напишите мне в чат, кто уже знаком с моим творчеством и откуда вы вообще обо мне узнали. Давайте поставим пятерочки, кто знает, откуда узнали, и поставим нолики, кто никогда не слышал обо мне. Итак, я живу и работаю в Москве. Уже почти 11 лет я занимаюсь созданием игрушечек и скульптурой шерсти. Вот осенью так случилось, что практически в день валяльщика я начала работать, начала свою трудовую деятельность и занимаюсь валяне вот уже такое огромное количество времени. А теперь еще и мой супруг ушел с работы уже, вот два года он помогает мне, потому что я одна не справляюсь. В общем-то, можно сказать, что у нас есть свой маленький такой семейный бизнес. Так, пятерочки, пятерочки. Ага, нолики тоже есть. Но все равно, девочки, даже те, кто знаете, я вам сегодня расскажу, пожалуй, даже немножечко грустную такую историю своего становления, своего вообще с чего я начинала. Я уверена, что есть такие же случаи у вас. Может быть, я смогу кого-то вдохновить даже не в плане валяния, а вообще на творчество, на свое какое-то дело именно для души, когда вы работаете, именно когда у вас идет отдача. То есть вы творите, вы этим живете, и это может тоже приносить вам доход. Так, фестивали интернета Валентина. Вот наши фестивали. Видите, какие замечательные? Я сама всегда стараюсь не пропускать, чтобы послушать, посмотреть. Очень много интересного. Сначала с книгами познакомилась, книги. Ага, даже Зайчика сделала по МК Альвера. Замечательно. Вот так же давайте мы проговорим о теме сегодняшнего выступления. Это портрет творческой личности и развития воли через творчество. На своем примене я скажу вам, как пройти путь вот от ненавистной, такой постылившей работы, как у меня было, вот именно к своему любимому делу, делаясь всей жизни, как это стало у меня. Я уже сказала, что наш фестиваль, он прекрасен. Прекрасен тем, что именно здесь можно посмотреть историю мастера, через что ему прошлось пройти, чтобы он стал тем, кого он есть. Очень это вдохновляет, это вдохновляет в том числе и меня. Поэтому, как я уже рассказывала, я хожу все время, стараюсь отложить все свои дела, насколько это возможно, и посмотреть выступление вживую, чтобы иметь возможность еще с мастером пообщаться. Может быть, это, конечно, не скромно звучит, но, может быть, я тоже вдохновлю вас. Также я вам расскажу, какие трудности могут возникнуть на вашем творческом пути, и как с ними бороться, чтобы ручки не опустились. Мы поговорим, что необходимо сделать для того, чтобы добиться действительно высоких результатов в вашем творчестве. И, безусловно, у нас будет объемная обучающая часть по технике валяния. Не смотрите, что это такая, да, вроде примитивная улиточка. Я вам покажу, как ее создать. То есть там и будет комбинирование, да, вот с этой сракушечкой, и работа на каркасе, то есть после сегодняшнего выступления вы потом сможете самостоятельно ее повторить. Ну и, конечно, в финале своего выступления я презентую вам видеокурс по созданию медвежонка Сани, то есть вот этого милого медвежоночка, которого я сейчас показывала в кадр. Всем добрый вечер, кто к нам еще присоединяется. Анна пишет, что Мишка как будто бархатный. Да, это так и есть. Он очень трогательный, очень тактильный. Я буду рассказывать вам, показывать, как этого, за счет чего можно достичь. Итак, прежде чем начать рассказ о своем нелегком прошлом, хочу сразу сказать, что мой самый главный лозунг по жизни, что нет слова «не хочу», есть слово «надо». Если у вас не будет желания что-либо делать, то и результата, безусловно, не будет. Уверяю вас, что если вы найдете вот дело какое-то свое по душе, по сердцу, безусловно, вы будете стремиться уделить этому любимому делу каждую свободную минутку. Ну и здесь тоже может встретиться ряд проблем и даже страхов, о которых мы тоже поговорим чуть позже. Но что бы ни происходило с вами, что бы ни происходило вокруг вас, я призываю вас, что все равно вы должны делать. Делайте вообще хоть что-нибудь, одного только желания, да, вот что-то, чтобы что-то получилось, одних только мечтаний об этом. Причем этого, конечно, безусловно, очень-очень мало. Когда узнала о Валяне, первое, что сделала, купила вашу книгу. Я тоже немножечко об этом поговорю, Ольга, но все равно здорово, это, безусловно, приятно. Итак, когда-то давным-давно, многие, наверное, знают, кто-то не знает, я была бухгалтером. Это считаю, что уже в прошлой жизни, которая, как мне сейчас кажется, вообще что-то была не самая... Вы посмотрите на меня, какая я замученная, смешная. Но, конечно, надо признаться бухгалтером, я была хорошим, с большим будущим в этой профессии. Но, увы, интерес у меня пропал к ней ровно тогда, когда работа стала рутинной. То есть постоянная гонка за тем, чтобы все успеть в срок. Каждый раз одно и то же. Это были дикие нервы, толстенные папки с бесконечными бумажками, какими-то отчетами, бессонные ночи, то есть с вычислениями какие-то, когда ты ложишь у тебя вот ряд вот этих цифр перед глазами бежит. Пожалуйста, кстати, напишите в чат, кто вы по профессии и нравится ли вам то, что вы делаете. Или же все-таки вы мечтаете, чтобы в вашей жизни что-то изменилось. Так, Юля пишет полностью согласна. У меня тоже лозунг. Мало знать нужно делать. Вот, правильно. К сожалению, в моем случае тогда я даже и мечтать не могла о том, что как-то поменять свою профессию, потому что больше делать ничего не умела. Вариант жить за счет какого-то другого, у кого-то другого, да, там, мужа или там родителей, это вообще не про меня. Так сложилось, что с ранних лет жизни я очень независимый, очень свободолюбивый, энергичный человек. Но сколько бы я ни думала, как изменить свою жизнь, мои мысли возвращали меня, к сожалению, в ту суровую реальность, что мне по жизни придется остаться вот этой канцелярской крысой, то есть человека, вечно погруженному в бумажки, которому по служебной инструкции, как сказать, заменяют духовные ценности, то есть живешь вот по указке, да. И более того, что я уже почти смирилась с тем, что всю жизнь, так как просижу незаметненько в офисном каком-то вот уголочке, как на фотографии слева, да, и буду сидеть, сводить циферку к циферке. Так, учитель, бухгалтер, риэлтор, свободный художник. Ничего себе, Ирина, сколько у вас талантов. Тоже бухгалтер, тоже в процессе смены деятельности. Мой лозунг «Пособен начинающих, начните». Да, Полина, согласна. Надо начинать. Бухгалтерия, канцелярия, но сейчас безработная. Елена, ну вот надо, значит, пока безработная, у нас с вами почти похожая история. Я вот сейчас расскажу вам об этом. Педагог, диплом дизайнера. Так, понятно, какая у нас тут разношерстная компашка собралась. О, в суде работаю, ну, мечтаю у этих декрет шесть мишек валять. Но раз мечты есть, значит, нужно к ним стремиться. В моем же случае, вот, ну вот не поверите, вот при всей моей жизнелюбии, при всем моем жизнелюбии, мне вот обидно было настолько до слез, что когда ложилась спать, я долго не могла уснуть. Ну, даже не от того, что я что-то продумывала, да, какие-то вот как сейчас творческие идеи, а уснуть я не могла от горя, от вот этого вот бессилия, что не могу что-то изменить. Зачастую даже бывало, что вот ты спишь, вот ты так в слезах засыпаешь на этой мокрой подушке. Уверена, что вам тоже кому-то, наверное, знакомо такое чувство. Так, педагог. Я надоел однообразить. Правильно, надо развиваться, потому что однообразие – это то, что, мне кажется, нас вообще убивает. Итак, едем дальше. В 2004 году я вышла замуж за совершенно замечательного мужчину. Это Серёжа, который поддерживает меня во всём по сей день уже много-много лет и, как я уже сказала ранее, является моим самым главным помощником во всём. Ну, вот считаю, что, наверное, с того момента моя жизнь не применилась, жизнь заиграла новыми красками. Единственное, что на работе всё равно ситуация оставалась неизменной. Вот на фото слева, как вы видите, я свадебну в платье с бокалом шампанского, но всё равно сижу на своём рабочем месте. Вот видно, что слева папочки там с банком, какую-то бумажку очередную, я что-то распечатываю. Почти каждое утро мне Серёжа тогда рассказывал, кому я выдавала зарплату, как я проводила на объекте инвентаризацию или начисляла налоги. То есть получается, что мозг у меня работал круглосуточно, совершенно без отдыха. Я думаю, что многим бухгалтерам, особенно почётный период, знакомо это, так что вы меня поймёте. Так, вот, очень знакомо, у нас работает уже завал. Да, я вас очень веро понимаю. Такое ощущение, что жизнь проходит мимо. Да, Полиночка, вот у меня тоже совершенно, поэтому от бессилия я так и плакала в эту подушку. Спустя некоторое время ситуация на работе изменилась, но, к сожалению, изменилась она не в лучшую сторону. На тот момент я работала в строительстве. Так вот, тогда у нас прораб, который, да, вот на стройке был, он дорвался до начальственной должности заместителя генерального директора, и вот тут как раз началось. То есть работать стало совершенно невозможно. Из четырёх человек нашего штата бухгалтерии тогда осталась я одна. Наш бухгалтер слегла тогда с нервным срывом. В общем-то, неудивительно, потому что в строительстве всё не так гладко, как может показаться у нас на первый взгляд с таким начальником, у которого семь пятниц на неделе, и который ещё общается на одних матах. То есть, ну, жизнь вообще стала невыносима. Надеюсь, что вы даже себе представить такого не можете, если вот до этого, да, писали, что тоже какие-то схожие ситуации. Но здесь было, конечно, очень всё страшно, очень плачевно. Но я как стойкий оловянный солдатик продолжала работать, продолжала трудиться на благо фирмы, пока не настал день моего рождения. Мне было тогда 25 лет. Супруг с другом ждали меня дома, они накрыли мне стол, купили шампанское, выставили свечи новые. Тогда они меня не дождались. Я приехала, как обычно, только уже к полуночи. Приехала вся в слезах, вся в соплях. И уже Серёжа ночью понял, что у меня нет срыва. Он тогда позвонил моему начальнику. Узнать, что вообще такое происходит. Тот на него что-то накричал, назначил ему аудиенцию на 10 утра. Серёжа отпросился с работы и после бессонной ночи поехал со мной. Что же вы думаете, Васин Игорь Валерьевич? Он так и не явился на свидание. Тогда Серёжа мне тоже психанул, сказал, давай-ка ты, Леночка, пиши заявление об уходе. Я, в общем-то, и написала. Вот видите, слева даже он отсканировал эту бумажечку. И спустя какое-то время Серёжа обозвал эту бумажечку путёвкой в жизнь. То есть, получается, отправной точкой стал день моего рождения. Это 5 апреля 2005 года. Вот Наташа пишет очень знакомой ситуации про дёргающийся глаз. Прямо про меня. Вот-вот-вот. Вот я про что говорю. Ольга Смирнова пишет. Однофамилица, муж тоже Серёжин. Меня поддерживает. Ага, сначала полимерную глину в кукол преображать, а тут ещё текстиль вырунтованный попробовал. Замечательно, девочки. Какие умнички. Тут все такие творческие. Муж я, Вась, молодцы. Очень рада за вас, что не только у меня такой Серёжа замечательный. Буквально через неделю после увольнения своего, подыскивая себе работу по профессии, я тогда поймала себя на мысли, что всё, я уже больше не хочу туда-обратно, не хочу. Я в эту бухгалтерию. Видимо, уже тогда моя творческая натура искала выход какой-то. И вот тут, на просторах интернета, я попала на очень любопытный сайт, где можно было рисовать при помощи мышки или планшета. То есть картинка проецировалась на экран. То есть что-то рисуешь, да, это всё выводится на экран. Более того, после сохранения этой картинки можно было нажать на Play и посмотреть, как рисовалось это изображение. Вот как раз я нашла этот сайт, сделала вам скан. На этом сайте сидели не просто вот такие, которые пришли по черкушке, да, любопытство, вот ради любопытства порисовать. Сидели также дизайнеры и художники. В общем-то, они в свободное время от работы там развлекались и что-то рисовали. Вот тогда мне очень нравилось попроигрывать их вот эти крутые картинки, следить за каждым штрихом, за каждым изменением цвета. И тогда, вдохновившись их рисунками, я тоже попробовала что-то нарисовать. На слайде мой персидский кот, если это узнаваемо, что это кот, от которого я тогда попыталась нарисовать с натуры. Если вдруг у нас в чате присутствуют люди с художественным образованием, пожалуйста, не смейтесь, потому что для меня это тогда действительно было шедеврально. Ну, понимаете, да, что никакого художественного образования у меня, конечно же, нет. Так, я совсем не умею рисовать. Получится ли у меня валять без этого умения? Получится, Анастасия, потому что валяние здесь... У меня вот, как видите, тоже нет художественного образования. И, как видите, я тоже не умела рисовать. Здесь больше такой вот математический подход, геометрический. На все вот это строится у нас на простых геометрических формах. Так, без мата, но было еще не такое, Леночка. Я вам очень-очень сочувствую. Я просто так рада, что я оттуда как-то вот так вот выбралась, нашла в себе силу духа, такую в себе собрала. Я тогда получила неплохие отклики на этом сайте, но также очень суровую критику, что тоже меня немножечко так и расстроило. Ну, в общем, с одной стороны порадовалось, с другой стороны расстроилось. Но при этом оказалось, что там на этом сайте сидит целое сообщество творческих, рисующих людей, которые не только общаются, но еще и встречаются. Постепенно я стала уже завсегзатаем там, потому что стала рисовать просто днями напролет. Я ушла туда с головой, с трепетом ждала каждый день мужа с работы, чтобы показать вот ему свой какой-то новый шедевр. Одно время я даже была администратором этого сайта. А тогда, хочу заметить, между прочим, это было очень круто. Такой статус нужно было заслужить. То есть просто так таких не берут в космонавты. В общем, я много тогда почерпнула от этих людей. Я ловила каждое слово при общении. Каждый штришок. Я внимательно следила за тем, что они делают с каждому совету, каждой критики. Даже если это было больно, даже если бы это было неприятно и кололо в душе, я все равно все это выслушивала и принимала внимание. На слайдах вы видите тоже мои кошечки. Это Кипарис, наверное, тоже многим известный. И кошечка Маня, которая уже, к сожалению, с нами нет. Но она прожила очень долгую хорошую жизнь. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Наверное, многим известна Ирина Горенова. Это гениальная, как я считаю, куконница нашего времени. Вот как раз на том сайте, где я рисовала, где общалась, мы с Ирой познакомились. По случайному стечению обстоятельств получилось так, что Ира жила недалеко от меня и тоже, между прочим, работала в финансовой сфере деятельности. Ну, как понимаете, у нас было много общего, мы много общались, мы часто встречались. И вот как-то в один из таких дней, по-моему, это была осень, я помню, что было тепло, но уже как что-то к осени было, Ира приехала ко мне и пронесла с собой кусок пасты для моделирования. Вот мы с ней тогда засели лепить у меня на балкончике, на солнышке. Углазнулись мы, конечно, с головы до пят, но слепили свои первые поделочки, именно поделки, потому что по-другому я их назвать не могу. И вот справа вы можете видеть мое первое произведение искусства. Не смейтесь, пожалуйста, над выбором персонажа. Я тогда лепила то, что было в голове. В голове были вечно пьющие солдатики, которые вечерами высыпали с пивом во двор, в общем-то, не давали покоя до глубокой ночи. Живем мы возле пожарной академии, так что понимаете, когда раньше были вот эти все палатки пивные и так далее, что здесь происходило. Это сейчас, конечно, уже все так здорово, хорошо. Что за сайт? Ой, Лариса, я вам так сейчас адрес не скажу, я сама его нашла с трудом, вы потом, если вам интересно, после выступления свяжитесь со мной, я вам кину ссылочку. Итак, мне тогда очень понравилось создавать что-то своими руками, я стала пробовать все, что на тот момент могла себе позволить. А справедливости разе надо заметить, что позволить я себе, конечно, могла немного, потому что как такового рукоделия, каких-то обучающих мастер-классов или видеокурсов, их не было просто. С материалами ситуация тоже была не лучшая, так что все, что я делала, делала скорее по наитию, чем по каким-то канонам. Но, тем не менее, мне удалось продать тогда несколько работ. Сами понимаете, меня это очень здорово воодушевило. Я поняла, что это кому-то нужно, а если это кому-то кроме меня нужно, то я могу прекратить вот эти свои велотекущие поиски работы по профессии и заняться тем, что мне интересно, тем, что мне хочется. И вот тогда я четко себе помню, я поставила себе цель сделать все и вся, чтобы не возвращаться вот на эту ненавистную мной работу, в эту бухгалтерию, потому что воспоминания, которые меня просто сразу ввергали в панический ужас, шок, да, вот что вот это будет, все вернется, все это возвратится на круги своя. Чувак любит пивко попить поиски такой смешной. Да-да-да, вот это все к этому и делалось. Спасибо, девочки, что вам нравится мой солдатик, он до сих пор живет у нас, стоит на полочке, ничего с ним не случилось, такой же остался. Итак, в своих творческих поисках тогда, каких-то вот этих метаниях, я попала на иностранный сайт, где увидела нечто, это действительно было нечто, потому что это был какой-то непонятный комок чего-то и непонятно какой-то неведомой зверушки. Меня тогда заинтересовала не сама игрушка, а вообще, как это сделано, потому что в описании было написано вул, что значит шерсть, да, но вязаная структура, ну, в моем понимании, шерсть, да, то есть это нитки, с которых мы вяжем, тра-та-та, но структуру вот эта вот вязаная, она не проглядывала. И вот все, что мне тогда удалось узнать, что для создания этого нечто непонятного, да, нужна непряденная шерсть и специальная иголочка. Конечно же, я отправилась на поиски всего необходимого, и тогда вот все, что мне удалось найти, это два цвета шерсти совершенно сомнительного качества и одну, одну, слушайтесь только иглу неизвестного происхождения. Вы только вдумайтесь в этот ассортимент найденных мной товаров, ну, потому что вообще ничего, ну, не было, просто не было, да. Это сейчас мы избалованы выбором инструмента, выбором качественной шерсти, а тогда вот действительно этого ничего не было. Не было никаких обучающих пособий, не было мастер-классов по валянию. Вот тогда вот методом тыка в прямом смысле этого слова, потом и кровью, потому что все пальцы были сколоты, я сваляла своего первого зайчика. Вот он мой красавчик, никогда не устану рассказывать про него и показывать его, так как это мой первенец, это талисман мой, он по сей день живет с нами, так как был мужу подарок, да, подарен. Качество работы, конечно, ужасное, понятие формы и объемы напрочь отсутствует, но и спустя лет он сохранил свой первозданный вид, так как изначально был свален очень плотно. Вот как-то так с первой игрушки по наитию мне пришло вот это понимание, каким должен быть войлок, именно качественный войлок. Конечно, потом у меня были уже какие-то пробы, эксперименты были, очень рыхлые игрушки, но они очень быстро теряли свою форму, теряли свой внешний вид, загрязнялись, и, в общем-то, они не дожили до сегодняшних дней. Поэтому вот, пожалуйста, запомните вот это золотое правило, что качественно сваленная фигурка должна быть плотной и плотной изнутри. Ну, Паша, напишите, пожалуйста, в чат, если кто-то валяет игрушечки, ваши валеные, достаточно плотные, проминаются ли они при нажатии? Так, Инга пишет, одна игла, смертельный номер. Когда ты начинаешь работу, она хлоп и сломается. Ну, вот чтобы игрушки не ломались, надо тоже научиться правильно с ними работать, между прочим. Вот девчонки, которые занимаются, тоже должны об этом знать. Так, вот Наташа Куликова, привет, Наташенька, как раз вот моя и очная, и дистанционная ученица вот буквально в субботу была у меня на мастер-классе на живом. Вот Наташа знает, да, как надо правильно работать с инструментом. Итак, смотрим обратно слайды. Я поняла тогда, что валяние меня затянуло, мне понравились и тактильные ощущения, вот, да, вот когда контактируешь с шерстью, и ощущения, когда вот из бесформенного комочка шерсти рождаются какие-то формы, когда ты вот и доконтролируешь весь процесс создания. Но хочу сказать, что только год, я убила год только на то, чтобы понять, как создаются эти формы. Да, вот, то есть я вот сидела, вот так ковырялась каждый день, Юлечка Юркевич, привет! И вот застаралась вот что-то вот из этого выжать. То есть мне нравилось всё, кроме визуального ряда того, что получалось на выходе. Поверхность была вся в дырочку, полосочку, игрушки были неопрятные, волосатые. Вот эти мои первые валеные шедевры. Хочу обратить ваше внимание, что котик справа свален из шерсти вот того моего персидского кота. Шерсти-то не было в продаже, да, я вам уже об этом сказала, поэтому вот приходилось таким образом выкручиваться. Ну, заодно посмотрите на улиточку, запомните её, вот это то, что было раньше, и то, что я вам предложу сделать сегодня на бесплатном мастер-классе в прямом эфире. Уверяю, у вас не возникнут, не возникнет сложности после обучения, какие возникали у меня тогда, вот когда годы вот этих вот ковыряния и работы. Так, стараюсь плотно валять. Вера, молодец. Пока не могу понять, плотно или нет, вроде не проминается, но техник, которую вы показываете в ролике, не получается. Елена, в ролике это по видеокурсам не получается, потому что игрушечка не должна проминаться, то есть мы валяем изнутри, мы шерсть сваливаем внутри заготовочки. Так, моих слегка проминаешь, так как боюсь валить в камень, часто бывает перевал. С перевалом тоже нужно быть осторожным, тоже нужно уметь бороться, и правильные иглы при этом надо научиться использовать, потому что не все иголочки нам подходят для валяния. Так, начало проминающих пределы плотные, молодцы, девчонки. Вот Наташа пишет, да. Так, могу вычесать пёсика? Можете вычесать пёсика и свалять из него мини-пёсиков. Да, Ольга Смирнова, совершенно верно. Как определить плотность? Анастасия, игрушка не должна проминаться при нажатии, внутри не должно быть полости. Это должен быть вот валенок, валенок, тот валенок, в котором понимание очень плотный. Если вот даже для сравнения, вам наверняка вы помните валенки из детства, да, советского нашего, еще того прошлого, насколько вот они плотные, насколько они держат форму. Вот игрушечки должны быть такие же. Спустя ещё какое-то время, то есть вы понимаете, что это уже не один год, но качество работ всё-таки у меня улучшились. Игрушечки стали приобретать уже более сложные формы. Как видите, шерсти здесь никаких каркасов нет, шерсть держит формы самостоятельно. Появились уже какие-то свои личные наработки. Точечно. Кстати, стали тогда появляться люди, которые тоже начинали валять. Вот Танюша Баракова, мы с ней примерно в одно время начинали. Она здесь сегодня. Она мне не даст соврать, как давно это было, и насколько не было тогда ничего, ни мастер-классов, ни видеокурсов, ни материалов. Тогда у нас даже появилось сообщество по интересам. Там мы делились и тем, что делали, и тоже общались между собой. Меня тогда всё время спрашивали, как я делаю те или иные вещи, то есть как я валяю, просили показать. И вот как раз в то время, это был, наверное, 2008-2009 год, я начала потихоньку преподавать и очные мастер-классы, и создавать бесплатные фотоуроки, которые по сей день гуляют в сети. Уверена, что многие из вас, кто искал сети информацию о валянии, так или иначе сталкивались с моими фотомастер-классами. Некоторые, кстати, мастер-классы стали лучшими, были высоко оценены на портале ярмарки мастеров. Да, Танюша пишет, были времена. Да-да-да, очень плотно. Хорошо, но, девчонки, в большинстве своём вы замечательные молодцы. Так, Наташа, в начале пути игрушки проминались, но по вашим курсам поняла, какая должна быть плотность, и ура, получаются плотными. Наташенька, я очень за вас рада. Значит, я работаю не зря, и видеокурсы я для вас тоже делаю не зря. Это здорово. Я даже проводила конкурсы на лучшие работы по мастер-классам. У меня были всегда замечательные призы, замечательные подарки, которые я дарила и отправляла за свой счёт. Но хочу сказать, что вот тогда это была моя фатальная ошибка, и со временем мне пришлось отказаться от этого, так как это отнимает огромное количество времени и финансов, а люди, к сожалению, не понимают, какой это колоссальный труд и сколько требуется вообще времени, сил на создание одного фото-мастер-класса. То есть это надо всё отснять, это надо отобрать из огромных, из нескольких сотен фотографий, это надо всё обработать, откадрировать, это всё описать. То есть это действительно колоссальный труд. Вот тогда вот, когда в этих конкурсах кто-то не выиграл, начинались претензии все, почему вы мне не подарили подарок, я же так старалась, или, ах, как мне нравится ваша игрушка, я тоже хочу сделать такое, а ну-ка сделайте-ка мне мастер-класс. То есть, да, вот, ну, человек, понятие. А сделайте-ка мне мастер-класс, я хочу сделать такую игрушечку. Вот, признаться, такие высказывания тогда ставили в тупик. На сегодняшний день я считаю, ну, вот как-то вот дожила я до того, что любой труд, он должен быть оценен и оценен по праву. Вы же не приходите в магазин, не говорите продавцу, как вам нравится вот эта пышная булочка, да, и как вам её хочется, отдайте-ка мне её за просто так. На сегодня вот даже мои личные консультации по сети, не просто вживую, они стоят денег. Конечно, я продолжаю проводить конкурсы на лучшие работы, но только уже среди тех, кто прошёл у меня платное обучение, кто знаком именно с моей техникой, чтобы все действительно адекватно оценивали ситуацию, какой-то колоссальный труд, ну, естественно, чтобы все были счастливы, довольны и реально заценили вот этот вот, который подарок, который вот получили, который выиграли, да. Эти работы просто чудо, Елена пишет. Спасибо, спасибо вам, девочки, спасибо огромное. Так, по курсу, сеночка, я поняла, насколько я недоваривала, был страх переваливания, сеночек получился плотный. Ну, страх переваливания, да, он тоже есть, просто вообще вот по перевалу вам большая-большая рекомендация, всем всегда говорю, возьмите кусочек шерсти и валяйте его до тех пор, пока вы не почувствуете, что это такое. То есть это получается, что вы тогда уплотняете сначала и доходит до того момента, когда у вас начинает обратно размягчаться игрушка, то есть структура шерсти нарушается, вот эти волоски рвутся, получается, в ваших же руках ваша работа рассыпается, превращаясь в труху. Анастасия спрашивает, как складывается стоимость игрушки. Ох, это очень сложный вопрос у меня, поэтому по этой теме было отдельное выступление, это очень долго, я не буду сейчас про это рассказывать, либо как-нибудь в будущем я еще подробно вам расскажу, либо ищите где-то вот в школе у Сережи старые записи. Итак, время шло, достойная литература по валянию так и не появилось в виде обучения подавно, поэтому, начиная с 2010 года, я написала серию книг. Первая вышла в январе 2011 года, к тому моменту я уже была готова написать книжечку, у меня даже были какие-то наработки, и, в общем-то, как мне только поступило предложение от издательства, из издательства Питер позвонил, сказать, Лена, напишите нам книжку. Ну, понятное дело, что я мгновенно согласилась, а потом еще и еще и еще они ко мне обращались. По итогу вот в свет вышла трилогия по сухому валянию и энциклопедия по мокрому, а также сборник мастер-классов по созданию кошечек, вот эта коричневая книжка. Но хочу вам сказать, что это был колоссальный труд, я на 4 года вообще выпала из жизни, так как постоянно находилась в работе над книгами, и в последующих презентациях каких-то этих книг, это было в книжных магазинах, на каких-то выставках, мастер-классы, мастер-шоу. Ну, здорово, что книжки стали бестселлерами, они допечатывались, допечатывались снова и снова и снова большими тиражами на протяжении 7 лет. Но на сегодняшний день книги уже сняты из производства, в связи с прошедшим кризисом закрыли вот в издательстве Питера этот отдел, так что скоро они совсем пропадут из продажи. Если вдруг кто-то не успел приобрести себе экземплярчик, где-то еще точечно, я думаю, что вы можете поискать в книжных магазинах вашего города, ну или заказать напрямую книжку у меня с автографом, пока у меня еще немножко есть. Но что бы ни происходило в моей жизни, будь то написание книг, каких-то ведений колонок в журналах, съемки на телевидении, другие смежные с моим творчеством проекты, я постоянно экспериментировала и экспериментирую. Я придумываю новые техники, какие-то авторские приемы, хитрости, совершенствую свою технику, оттачиваю свое мастерство. У меня огромное количество личных наработок, изобретений. Это и работа с разными видами шерсти, это комбинирование материала, обработка поверхности игрушки от идеально гладкой до рельефной, пушистой или велюровой, с разным направлением ворста, с разной длиной. Это работа с любыми совершенно каркасами, от тончайшей проволочки, размером с волосок, до какого-то такого масштабного, глобального армирования фигурки с последующим ее утяжелением. По моим разработкам игрушка может стать, как такой, знаете, матовый, состаренный, такой линтажненький, либо переливаться или искриться всеми цветами радуги. Так, после вашего видеокурса качество у волосок стало лучше, отлично, я очень рада за вас, девочки. Так, самое страшное для художника, девочки, это его творческое, если творческое развитие остановится. Вот зачастую я встречаю такое, что человек добился определенных успехов, начинает штамповать похожие друг на друга фигурки, игрушки. То есть, допустим, человек придумал какую-то определенную удачную позу. Дальше, что он делает? Он начинает менять цвет, выражение мордочки, а все остальное, по сути, остается неизменным. Вот тут и начинает качество переходить уже в количество. Да, безусловно, я согласна, что такое тоже имеет место быть, особенно если вы готовитесь к какой-то выставке или планируете продать серию успешных работ, как подзаработать быстренько, резко, да, но, пожалуйста, никогда не забывайте о своем творческом начале и его развитии. Придумывайте что-то новое, экспериментируйте, делайте так, чтобы это не осталось незамечено, чтобы все абсолютно обратили на это внимание, особенно в той сфере, в которой вы работаете. У меня, если разглядывать, да, мои работы, практически нет идентичных персонажей, только если я не отрабатываю какую-то новую технологию, это может быть эстетичная скульптурка для любования, совершенно игровой персонаж для вашего ребеночка, да, допустим, Мишка посерединке, он тоже вот сделан как видеокурс по медвежонку Сани, да, посмотрите, насколько он другой, но он такой же, ну, совершенно милый, совершенно очаровательный, у него такая же велюровая, шикарная поверхность. Я всегда стараюсь как-то изменить позу, поиграть с формами, перейти от простого к сложному. На сегодняшний день с уверенностью могу сказать, что нет ничего невозможного, нет никаких границ, если вы работаете шерстью. И шерсть можно комбинировать, потому что и мешкоделы, и те, кто вяжет игрушечки, и кукольники, они по-любому так или иначе используют шерсть в своей работе. И да, вы уже все, наверное, поняли, что я активный борец за качество. Игрушка или фигурка, если вы предполагаете ее продавать, и продавать за хорошие деньги, вот, кстати, к тому вопросу, да, должна быть сделана на века. Прежде всего, как я уже сказала, это плотность. Девочки были, которые держали мои игрушечки в руках, да, уже никогда не забудут вот этого волшебного ощущения и такой вот и плотности, и теплоты, и трогательности вот этой работы. Если ваша работа будет вдруг проминаться, как подушечка, она достаточно быстро протеряет свою форму и потеряет свою опрятность. Даже если вы создали идеально красивую мимику или какие-то формы, при нажатии, естественно, это все у нас пойдет по сторонам. Пожалуйста, не расстраивайте своих заказчиков, и не расстраивайте своих покупателей вот такими бесформенными вещами. Очень рекомендую быть внимательным даже к каким-то мелким деталям в вашей работе. Все должно быть безупречно. Все, что вы делаете, должно вызывать восхищение. Кстати, я вот сейчас тоже занимаюсь новыми разработками. Уже есть крутые такие восхитительные результаты. Пока ничего больше сказать не могу, потому что действительно гениально. Если вдруг увидит кто-нибудь, обязательно стырит. Поэтому пока я не показываю. Но осенью, если все сложится благополучно, я обязательно поделюсь с вами этими новыми идеями и возможностями их воплощения. Дальше едем. В каком бы формате не было обучения, я обучаю вас, а вы, дорогие мои, учите меня. Я внимательно слушаю все ваши пожелания и высказывания в адрес моего преподавания. Благодаря вам, благодаря этому, я из года в год совершенствую не только технику валяния, но и манеру преподавания, чтобы максимально понятно, максимально доступным вам языком донести, дорогие мои ученики, до вас важную и нужную информацию, чтобы, пройдя домой или просмотрев видеокурс, вы могли самостоятельно сотворить маленькое чудо своими ручками золотыми. Правда, сейчас с появлением уже видеокурсов я все реже и реже стала преподавать очно, так как это отнимает много сил и времени и вообще внутренних ресурсов. Но все же иногда случаются живые занятия, где вы также можете прийти, ощутить, как это происходит, прочувствовать, кстати, плотность игрушки, и с моей помощью правильно поставить руку, чтобы правильно работать, не ломать иголочки и увеличить многократно скорость своей работы. В середине июля, буквально 15 числа, мы улетаем в Ригу. Кстати, если у нас есть кто-то из Риги, у вас еще есть шанс попасть на мои мастер-классы. Осталось буквально пару мест, так что, если есть желающие, свяжитесь, пожалуйста, со мной после выступления, я расскажу вам, как записаться на мастер-класс. А пока мы едем дальше. С 15-го года мы снимаем для вас качественные подробные видеокурсы. В этом мне здорово помог опыт на телевидении. Девочки, которые вот уже проходили обучение по видеокурсам, уже сегодня писали, да, не дадут мне соврать, насколько подробно и безутаек изложен материал, насколько высоко качество качество картинки и звука. Вот что бы я ни делала, куда бы меня мое творчество не заносило, я постоянно учусь, я постоянно развиваюсь. И вас призвали именно к этому. Поэтому вот каждый новый курс у меня имеет свою изюминку, свою какую-то фишечку. Есть новая какая-то успешная разработка, внедренная в жизнь. Мы с Сергеем стараемся учесть все ваши пожелания при съемке нового обучающего фильма. То есть, ну, получается у нас на один курс уходит месяц работы, наверное, даже не один, не два побольше. Но это чтобы вам, моим ученикам, было комфортно работать. То есть вам, получается, нужно всего лишь скачать курс, установить и приступить к работе. Поэтому вот так много и тщательно для вас трудимся. Спасибо, Сашенька, пишет курсы. Потрясающие девочки. Я очень рада, что вам нравится. Еще с вами поделюсь одной своей такой заслугой. Вы понимаете, да, что я вам сейчас рассказываю, что было, и постепенно, 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 к чему я шла вот такими медленными, медленными шажочками, да, но все равно дошла. Но это огромное количество времени. В прошлом году со мной произошла любопытная история. Ко мне на индивидуальное, на живое индивидуальное занятие приехала ученица из Германии, Светлана. Но она уже, правда, проходила обучение по видеокурсам, то есть рука у нее была поставлена по видеокурсу. То есть техника отчасти была отработана. И просто хотелось вот именно живьем ощутить вот эту плотность игрушки и пообщаться со мной вживую. То есть она летела из Германии к дочке в Питер. И вот насколько ей хотелось, что из Питера одним днем она приехала ко мне и вечером вот уже ехала обратно. Но так как у Светы уже была поставлена рука, уже техотехнологии, технологию она сама знала, мы очень быстро справились тогда с ней, с поставленной задачей, просто вот просто сидели с ней, болтали. Разговорились тогда про самую крупную выставку Мишек Тедди в Европе, которая проходит в Германии в городе Мюнстер, Тедди Бертотал называется она. И Света тут же меня пригласила в гости, меня с Сережей, естественно, и тогда вот мы сразу прям буквально решили, что мы едем и принимаем участие в выставке. В формате этой выставки проходит конкурс Golden George. Это, пожалуй, такая самая желаемая награда в мире всех художников, создающих игрушки, да, вот игрушечников. На конкурс я тогда выставила своего дракончика Фалькора. Пожалуй, наверное, на сегодняшний день это такая квинтэссенция моего труда, моих наработок, моего опыта. В нем собрано столько фишек, сколько вообще, наверное, нет ни в одной моей работе. Вот дракончик тогда прошел первый отборочный тур и был номинирован на эту престижную премию в номинации «Валяния». То есть там много было номинаций, да, вот именно в номинации «Валяния». У меня много различных заслуг и регалий, которые я не буду перечислять, потому что это очень долго, у нас просто не хватит эфирного времени. Скажу только одно, что вот именно вот эта награда, вот эта вот статуэтка, вот этот Оскар Golden George была для меня самой желанной. Вообще вот я жаждала, я ехала в Германию, только за этой статуэткой мне было неважно больше ничего. Ну и по итогу я стала победителем в своей номинации «Валяния» и получила вот этого заветного Golden George. Невозможно, девочки и мальчики, если есть, описать, что при этом чувствуешь, когда вот ты тратишь годы на разработки, эксперименты, добиваешься идеального качества, эстетической красоты, в итоге получаешь вот этот долгожданный трофей. Это, конечно, счастье. Счастье от осознания того, кто ты, чем занимаешься, что ты всё правильно делаешь. Это осмысление всей сущности бытия, если хотите. Вот Света, когда мне подали этого Джорджа, Света, моя ученица, тогда сказала, что тоже хочет получить этого Оскара. Мы решили, что в следующем году мы тоже обязательно туда вернёмся, поедем на эту выставку и снова поучаствуем в конкурсе, чтобы закрепить победу, так сказать. Там же и в то же время случился вообще волшебный случай, который ещё больше преумножил моё счастье. В другой номинации статуэтку «Голден Джорджа» взяла моя ученица, представляете, Алла Котляр, которая у меня обучалась 9 лет назад. Вот она сама мне сказала, что я, слушаешь, 9 лет назад, ты вообще как меня вспомнила? Это чудо какое-то. Алла тогда приезжала тоже ко мне издалека, из Украины, на индивидуальное занятие. С тех пор вот она влюбилась в Аляне, она успешно работает в этом направлении до сих пор, но она комбинирует шерсть с металлом и с кожей. То есть не просто у неё шерстяные валеные игрушечки из культурки, а у неё вот комбинированные работы. Алла уже тоже стала известным мастером, разработала свою методику, но до сих пор, хочу заметить, дословно помнит всё, чему я тогда научила и успешно применяет это в своих работах. Она мне прямо вот цитировала, слово в слово, как вот это надо, что 9 лет, представляете, прошло. Только вдумайтесь, спустя 9 лет встретиться вот на самой престижной выставке, сидеть за одним столом во время награждения и получить самые желанные мировые награды. Это вот не чудо. Алла, я с вами. Алла, Аллочка Котляр, это ты? Я очень надеюсь, что это ты. Про тебя вот рассказываю. Вот так вот, смотрите, спустя годы из замученного работы, никому неизвестного, никому не нужного бухгалтера, я превратилась во всемирно признанного мастера. Более того, что мои ученики достигают не меньших высот в этом направлении. Вот прям горжусь, трону тогда слезы, слезки в глазках стоят. Жаль только, что у меня ушло на это столько времени. По-доброму завидую сейчас тому, что у вас сегодня есть возможность сэкономить годы и, конечно же, быстрее добиться не только успеха, но вот таких вот мировых высот. Так, так, Алла написала. Да, Аллочка, я очень рада. Вот, что мы с тобой сидим. Ты же помнишь, как мы кричали, да? Я надеюсь, вас вдохновила моя история на новые свершения, на достижение новых высот. Поэтому давайте теперь поговорим о всё-таки не очень хорошем, о тех трудностях, с которыми вы можете столкнуться в достижении своих вот этих целей. Самый, пожалуй, главный наш враг – это страх. Страх того, что а вдруг у меня не получится, а вдруг надо мной будет смеяться. Поэтому я лучше посижу тут тихонечко со всеми сторонки и понаблюдаю, да? Такие представители так и сидят где-то в уголке, боятся нос показать. Зачастую даже, если смотрят вебинары, я знаю, что они комментарии не пишут, а просто где-то вот там сидят тихонечко и слушают, да? Но это, пожалуй, не самое страшное, что тормозит вас в развитии. Пожалуй, наверное, более глобальная проблема заключается в том, что «А вдруг получится-то?» А вот что потом с этим всем делать? Мы все мечтаем, мы всем хотим какого-то признания, каких-то достижений. Всё это настолько красиво в мечтах, но как только мы позволяем себе задуматься о том, что за этим последует, вот здесь и становится страшновато. Это ж сколько всего надо будет сделать. Это ж надо будет поменять привычный уклад жизни. Это нужно будет решать новые задачи, которые потребуют огромных сил, каких-то ресурсов, которых зачастую бывает и нет. «А смогу ли я со всем с этим справиться?» «А хватит ли у меня умений и знаний?» После нашей встречи я хочу попросить каждого из вас крепко задумываться об этом и не просто помечтать, а спросить себя, готовы ли вы к новой ответственности, к новым общениям, к новым знакомствам, насколько вы станете другим человеком, если достигнете желаемого, и вообще надо ли вам это, что вы потом будете с этим делать. Если вы готовы и дали себе утвердительный ответ, то, пожалуйста, с сегодняшнего дня перестаньте искать для себя отговорки, перестаньте заниматься другими якобы нужными и важными делами. Идите и делайте, иначе кто-то придёт и сделает это за вас, пока вы будете сидеть в своём вот этом вот уютном, да, вот в бесстрашном вот этом уголке. Пожалуйста, меняйте своё отношение к жизни. Юленька, спасибо, что поздравляетесь с победой. Я сама по себе вообще жуткая трусиха, поэтому это ничего страшного, что это страхи, да, у всех людей страхи. Нет такого, что вот этот ничего не боится, а вот этот боится всего. Я тоже жуткая трусиха, честно вам признаюсь, да. Иногда боюсь так, что порой вот руки трясутся, зуб на зуб не попадает. Те, кто знаком со мной более близко, уже знают, что в стрессовых каких-то трудных ситуациях я то белею, то краснею, то у меня поднимается температура, то я холодная, как ледышка, но всё равно я иду и делаю, потому что я знаю, чего я хочу, потому что я ставлю себе цель и уверенно иду к ней через все препятствия, через все страхи, через все трудности и вот через всё вот это волнение. А бывает и такое, что по ощущениям чувствуется, что вот я всё сумею, я всё смогу, вот такое вдохновение, да, внутри жмучее желание творить, добиваться своей цели, идти вперёд на пролом. Но зачастую вот такой вот резкий подъём, резкое такое вдохновение, воодушевление проходит ровно тогда, когда вас постигает первая неудача. То есть всё не получилось, человек начинает впадать в уныние. Вот здесь нужно подготовить себя к тому, что не всегда получается с первого раза. Как правило, любое дело, оно требует времени, чтобы ему обучиться. Понятно, что вы можете получить огромную базу знаний, но всё равно практика, её никто не отменял, это очень важно. И как бы вы ни старались, вы всё равно будете совершать ошибки, которые тоже стоит принимать во внимание, не расстраиваться из-за них, а наоборот учиться на них. Если вы говорите, что не хотите быть успешным, как кто-то другой, то считайте, что это ваша слабость. Это говорит о том, что вы уже заведомо сдались. И тут же появляются отговорки серии «У меня нет таланта», «У меня нет времени», «У меня нет возможностей», «У меня нет денег». Наверняка кто-нибудь сейчас себя узнал, да? Знакомы ли вам такие высказывания? По себе знаю, что если действительно чего-то желаешь, то найдутся и возможности, и финансы, и таланты. Если уже до вас кто-то другой смог сделать это, то я вас уверяю, у вас обязательно тоже получится. Главное — не падать духом, найти в себе силы, переступить через это, не сдаваться, как бы не было сложно. И ещё одна проблема, с которой, пожалуй, сталкиваемся мы все, это наше окружение, это мнение других людей, которые якобы, якобы, подчёркиваю, желают нам добра, пытаясь отговорить нас от наших занятий, от наших увлечений. Нередко я слышу рассказы, жалобы, что семья не поддерживают, друзья не поддерживают, что пытаются внушить, что ты занимаешься, мол, не своим делом, да у тебя нет таланта. Если не хотите потом оглядываться назад и думать, что чего бы вы могли достичь, если бы занялись вот этим своим делом, то не слушайте никого. Я считаю так, хочешь быть великим, будь им, хочешь добиться успехов, тогда двигайся сквозь мнений, сквозь свои страхи. Более того, обязательно на пути будут встречаться и те, кто захочет, чтобы вы вообще оставались никем, потому что на вашем фоне они не будут ни такими уж неудачниками. Даже если вас будут поливать грязью, за что-то осуждать, никогда не вступайте в все вот эти полемики, какие-то обсуждения, не пытайтесь что-то кому-то доказывать, спины у рта. Будьте выше всего этого и идите дальше, следуйте своей цели. Жизнь, я вас уверяю, со временем расставит все на свои места и покажет, кто есть кто. К сожалению, у меня тоже было очень много такого, что за спиной поливали грязью, портили мне репутацию, но вот жизнь в итоге расставила все на свои места и показала, кто есть кто. Поэтому еще раз подчеркиваю на своем даже примере, что не обращаем ни на кого внимание. Талант есть у каждого, вот даже Полина, получается, я практически вас процитировала, да, и нужно идти, идти дальше, не обращая ни на кого внимания. Еще одна проблема, ужасные, губительные чувства — это зависть. Уверена, что в той или иной степени чувство зависти охватывало каждого из нас и каждого из вас, да, эдакое ощущение такой неудовлетворенности, бессмысленной какой-то боли, когда мы начинаем сравнивать себя с другими людьми, мы начинаем завидовать деньгам, общественному положению, статусу, внешности, да, вот у нее там какая-то фигура и так далее. Неважно, к чему мы испытываем это чувство, надо понимать, что это чувство ни на шаг не приблизит нас к тому, о чем мы желаем, о чем мы мечтаем. Наоборот, вызовет ненависть, раздражение вас внутри, да, принесет страдания. Вот в таком состоянии разве его можно созидать? Конечно же, нет. Поэтому какой бы силой, какой бы цвета ни была ваша зависть, нужно научиться бороться с ней и направлять все внутренние ощущения в позитивное русло. Иначе зависть зажрет вас изнутри. Я тоже очень много встречала таких завистников, которые так и оставались со своей желчью наедине. Не подогревайте это чувство, не подогревайте свою зависть, а постарайтесь просто принять тот факт, что пусть у кого-то пока лучше, чем у вас, значит, вам еще есть, все еще есть, к чему стремиться. Постарайтесь желать людям добра, от души, от сердца, пусть даже вот просто в мыслях это будет. Поверьте, любая положительная энергия, которую вы отправили в мир, она вернется к вам быстрее, чем вы сами ожидаете. Думайте о своем развитии, ведь порой чужие успехи и достоинства, если взять с другой стороны, да, они напоминают нам о наших неудачах, недостатках, но мы можем на них учиться, правда же, мы можем брать с кого-то пример. Даже если такие внутри злые, колкие чувства присутствуют, я все-таки рекомендую вам превратить их в свои достоинства и работать над собой. Старайтесь быть лучше, хуже или никак, оно обязательно успеется. Вы можете уже сейчас начать развивать себе качество, которым вы завидуете, когда видите других людей. И помните, самое главное, что вот какую дорожку вы себе выберете, какой вы дорожкой пойдете, туда вы и придете. Что делать? Решать вам. Выбор, конечно же, за вами. Но, еще раз, если кому-то вдруг завидуем, берем как за пример и стараемся, чтобы у вас было не то, что не хуже, а намного-намного лучше. Так, точно не стоит обращать внимание тех, кто сам ничего творческого не делает. Да, не слушай никого, Наташа. Все верно. Так, читала о вашем части, было очень интересно. Обратно нашла своего героя. Спасибо, Анечка. Это я так понимаю, что вы про золотого Джорджа. Сашенька пишет, это мой жизненный девиз. Правильно, Сашенька. Так, если же зависть и злоба адресованы в вашу сторону, вот как я говорила, что были у меня такие злопыхатели, завистники, недоброжелатели, да, улыбнитесь им. Старайтесь вообще улыбаться чаще себе, близким, окружающим. Я вот иногда иду по улице, улыбнусь человеку, он сначала вроде такой раз обескуражен, а потом начинает улыбаться мне в ответ, да. Улыбка, элементарная вежливость, она всегда обескураживает. Завистливые люди, помните, что они питаются вашими негативными эмоциями, они для этого у вас их вызывают. Не давайте им никакой ответной реакции. Не провоцируйте их дальше на негативные действия в вашу сторону. Если не получается принять таких людей, просто игнорируйте. Всё, вот, ну нет их, всё, вот, их для вас нет. Пусть они ищут другие уши себе, какие-то другие реакции. Тем более, что это даст вам больше возможностей и времени заняться своим любимым делом и любимым творчеством. Помните, что всё, что мы создаём нашими руками, оно перенимает нашу энергетику. Только когда вы творите в хорошем настроении, со светлой душой и чистым сердцем, вот только тогда и будут рождаться шедевры. Только тогда можно создать куколку или игрушку, про которую можно сказать, что вот в ней есть душа. Да, только позитив. Негатив весь оставили. Он не с нами, он не про нас. Надеюсь, вам и был интересен мой рассказ. Очень хочется верить, что из моего опыта вы для себя что-то возьмёте, что вы что-то усвоили для себя полезное. И теперь сможете избежать каких-то ошибок именно в своём развитии. Ну а теперь давайте уже перейдём от слов к делу. Сегодня на примере создания милой улиточки я покажу вам один из вариантов комбинирования материалов, а также научу работать с проволочными каркасами. На примере вот этих вот замечательных усиков, которые вы видите на слайде. Научившись создавать такие детальки, вы потом сможете с лёгкостью делать какие-то гнущиеся пальчики вашим игрушечкам или веточки для ягодок, или, например, когти, как моего дракона, если вы его разглядывали. Там каждый когаточек на проволочном каркасе. Вообще диапазон возможностей использования такого каркаса может быть ограничен только вашей фантазией. Ну что же, готовы приступить? Да, приступим. Юля, ты пишешь прекрасные слова, подписываюсь под каждым словом. Спасибо, Юля. Так, ага. Нужно быть светлым человеком, тогда будет счастье нам. Да, правильно. Светочка, добрый вечер, рада тебя видеть. Так, ну что же, поехали. Да-да-да, готовы. Итак, давайте посмотрим, что нам понадобится. Понадобится нам совсем немного. Но понятно, что это шерсть. Как видите, у меня цвет декрю, это такой вот непонятный бежевый шампайн, ну, какой-то такой нейтральный. Можно взять потемнее, можно взять посветлее, какую улиточку вы хотите. Это иголочки для валяния, номер 36 и номер 38 звездочка. Предвосхищаю ваши вопросы, скажу, что я и практически все мои ученики занимаются, работают английскими иголочками, то есть у меня это производство Англия. Иглы фирмы Гамма, сразу выбрасываем в помойку, и завтрашнего дня идем искать в магазин хорошие качественные иглы. Как правило, они продаются в специализированных магазинах. И мат, кстати, Елена тоже продается в специализированных магазинах для валяния. Дальше нам понадобится флористическая проволока 0,7 мм, желательно в цвет шерсти. Но я взяла здесь контрастную. Вот если видите, длинненькая такая коричневая лежит, взяла контрастную, чтобы вам на фотографиях было хорошо видно, как и что нужно делать. Нам понадобится мат для валяния войлочный или какой-то кусок войлок, ну что-то такое вот плотненькое нам нужно будет. Также нам понадобится сухая пастель, в которой мы затонируем игрушечку, кисточки, которыми мы будем тонировать нашу улиточку, клей, момент, кристалл, глазки, ракушечка, шило, плоскогубцы или кусачки. Все вот такой вот нехитрый набор, чтобы сделать такую милую, очаровательную прелесть. Итак, значит, прежде всего мы отрываем желаемое количество шерсти и скручиваем в продолговатую форму. Сразу скажу, не надо задаваться вопросом, сколько брать шерсть. Возьмите меньше, больше вы всегда добавить успеете. Если вы возьмете сразу большое количество шерсти, то вам, скорее всего, будет тяжело провалять, и если вы не попадете в размер, то вам придется либо переделывать, либо крайне тяжело будет лишнее убирать. То есть лучше взять меньше и добавить, чем взять много и потом переделывать. Надеюсь, понятно, да? И вот здесь начинаем сваливать. Как видите, я работаю в руках. Я всегда работаю в руках, и всех своих учеников призываю, настойчиво рекомендую работать именно в руках, потому что в силу своего опыта я пришла к тому, что наши руки – это наше все. Мы практически лепим шерсть, как лепим пластилин, если бы лепили из пластилин. Все то же самое. Иголочкой мы только лишь фиксируем ту форму, которую задаем. И начинаем проваливать между пальчиков по спирали. То есть я взяла вот эту скрутку, вот этот вот кусочек, начинаю прокручивать по окружности и сваливать. Обратите внимание, как ходит у меня иголочка. Игла идет в параллель с пальцами, чтобы пальчики не колоть. Видите, что иголка в направлении, в параллель идет с пальчиками. Даже если она проходит на вылет, получается, мы идем не в пальцы, а просто в пустоту. То есть таким образом мы пальчики не колем. Так, если гамма не дает такого эффекта на игрушки, не разумеет в магазинах ничего, кроме гаммы. Елена, еще раз повторяю, что хорошие иголочки ищем в специализированных магазинах для валяния, либо на каких-то интернет-ресурсах. К сожалению, всякие вот эти вот Леонардо и, собственно, гамма, в них нет хороших иголок. Иголки фирмы Гамма, они очень плохие, они очень грубые, они очень быстро тупятся, они очень хрупкие, моментально ломаются. То есть не усложняйте себе жизнь. Хороший инструмент, качественный инструмент – это уже 30% вашего успеха. Вот Татьяна пишет, лучше, чем у Лены, лучше, чем у Лены в магазинах я не видела. Да, потому что и я работаю с лучшим инструментом, и ученикам рекомендую также работать именно с хорошим инструментом. Так, дальше мы проваливаем вот этот кусочек рыхлой шерсти где-то до половинки, и дальше пальчиками формируем изгиб. Смотрите, я опять пальцами формирую изгиб, который мне необходим, и иголочкой его проваливаю, то есть чтобы он сохранял свою форму. И даже вот эта мягкая рыхлая форма, она замечательно уже начинает держать эту формочку. Дальше, пока заготовка еще рыхлая, нам нужно будет сформировать плоскость, то есть вот это основание брюшка, на которой будет стоять наша улиточка, и сделать заостренным хвостик, вот этот вот кончик тела. Все еще мы работаем грубой иголочкой номер 36 треугольного сечения. Если вам необходимо добавить шерсть, как вот мне, да, вот здесь я посмотрела, что мне недостаточно объемов, или там какая-то пустота, донышко провалилось, я беру небольшой кусочек шерсти и прикладываю его, и, соответственно, приваливаю. Дальше обязательно нужно будет примерить ракушечку, чтобы это все было устойчиво, чтобы никуда ничего не сваливалось, чтобы это стояло уверенно. То есть сразу, пока еще на берегу, мы решаем эту проблему, чтобы для нас потом не стало сюрпризом, что у нас куда-то что-то заваливается, или головой улитка плюет вперед и так далее, да, то есть центровываем. Если вас на данном этапе все устраивает, то как раз-таки перебираемся вот на вот этот коврик для валяния. Устанавливаем заготовочку плоским основанием на мат, или можно еще использовать щеточку для валяния, и продолжаем уваливать уже до плотного состояния. То есть здесь мы работаем не в руках, здесь мне нужна плоскость, и, соответственно, я кладу свою заготовочку именно на плоскость. Все же объемные элементы я выполняю в руках. Почему не на плоскости? Вот как раз-таки потому, что сверху мы иголочкой оказываем давление, и крайне сложно контролировать форму, особенно новичкам, которые только в самом начале творческого пути. И когда вы сверху давите иголочкой, получается, что вы начинаете уходить в эту плоскость. Вот даже если вы, возможно, разглядывали какие-то на выставках работы или в интернете очень часто бывает такое, что вроде игрушечка, когда в фасме не смотришь, она вся такая миленькая, а посмотришь сбоку, сплющена голова. То есть человек свалял шар для головы, потом начал, положил этот шар на стол, начал прорабатывать мордочку, глазки там, носик и так далее. Далее он начинает уходить в эту плоскость, особенно если где-то что-то, работа какая-то была недовольна. То же самое будет и носы плоские, и усы плоские, и брылья там, все-все-все-все. То есть мы начинаем уходить в эту плоскость, и нам крайне сложно контролировать то, что мы делаем. Далее из небольшого кусочка шерсти нужно будет свалять круглую, рыхлую заготовочку для головы. Еще раз обращаю внимание на постановку руки и как ходит игла, что иголочка идет в параллель с пальчиками, чтобы не колоть пальцы. При этом, если вы пальчиками еще будете нажимать на заготовочку, вы буквально в несколько тычков очень быстро сформируете такую заготовку. Далее распушиваем свободные шерстяные края, которые нам надо было оставить на тельце нашей улиточки, и распределяем их по окружности поверх вот этого шарика, который вкладываем внутрь. То есть получается у нас вот эта свободная шерсть, она со всех сторон этот шарик обнимает. И далее нам нужно будет соединить между собой эти детали и немножечко увалять шерсть, задавая форму головы нашей улиточки. То есть здесь уже под вашу фонталью. Хотите круглую, хотите треугольную. То есть какая вам формочка нравится, такую вы и задаете. И тут же на этом этапе, пока еще более-менее голова немножечко рыхлая, мы формируем глазницы по диаметру выбранных глаз. Даже можно чуть-чуть меньшего диаметра, чтобы между глазом и веком не было никакого зазора. Далее, посмотрите на фотографию слева. Там видно, что в глазницах дырочки. Вот шилом нужно проделать отверстие под ножки глаз. Если у вас глазки, ну как они такие называются, гвоздики, да, то есть там такой штыречек, проделываем дырочку. Если глазик просто имеет плоское основание, то, соответственно, никакую дырочку не надо, мы просто вклеиваем глаз. Ну, наносим клей. Я использую либо момент гель, либо момент кристалла. Прозрачный пластичный клей, очень удобный в работе. Немножечко ждем, то есть читаем инструкцию, там на тюбике все написано. И после этого сильным нажатием вклеиваем глазки. Обязательно следим за симметриями, чтобы глаза никуда не убегали. Если у вас какие-то другие глаза, не такие, как у меня, вот это, там, Германия стекло, да, то есть смотрим, как мы их вклеиваем, куда смотрит наш зверечек, в данном случае улиточка, да, моллюск. Едем дальше. Дальше мы сваливаем уже тоненькой иголочкой небольшую округлую заготовочку для носа. Вот как мы валяли голову, то есть здесь совсем маленькую крошечную горошинку. С одной стороны оставляем шерсть в свободном состоянии, и этой свободной шерстью приваливаем носик между глаз. Ну, здесь уже как вам нравится. Захотите ниже сделайте, захотите выше. Ну, между глазом просто смотрят забавно и смешно. Вот такой вот зверечек у нас получается. Далее наращиваем дополнительные объемы, то есть добавляем шерсть, куда вам необходимо. Это лобная доля в моем случае, это виски, это щечки, это подбородок. Небольшими кусочками прикладываем шерсть и приваливаем. Дальше глубоко втыкая иглу формируем линию улыбки. Вот те, кто работает по моей технологии и набивает руку правильно, то есть, ну, как это четкое попадание вырабатывается. Это происходит вообще все моментально, то есть не надо очень долго сидеть, чтобы это все прорисовать. И многократно иголочкой мы протыкаем, 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 чтобы получить такую глубокую, четкую, дугообразную линию. То есть в данном случае у меня линия улыбочки. Дальше тоненькой иголочкой мы обрабатываем поверхность, чтобы она стала уже не такая волосатая, не такая некрасивая, чтобы стала гладенькая. И прикладываем еще раз ракушку. Это, скажем, такой финальная проверка, чтобы проверить нашу игрушечку на устойчивость. Как видите, она должна не заваливаться, ни на бока, ни вперед, а стоять уверенно. То есть если где-то что-то заваливается, значит, либо донышка у вас выпуклая, либо, скорее всего, голова тяжелая, перевешивает вперед. То есть еще, соответственно, либо поправляем донышко, либо добавляем на тело объемы шерсти. Дальше подбираем флористическую проволоку. Я уже сказала, что вам желательно в цвет. Я же взяла контрастную, чтобы вам видно было, что мы дальше с ней будем делать. И кусачками откусываем два отрезка для усиков желаемой длины. То есть какие вы хотите. Длинные, коротенькие. Я вот так на глаз откусила. Сколько откусилась, столько и взяла. Получить такие длинные, шикарные усы. Далее. Нужно побыть немножечко предильщицами. Нужно будет спрести тоненькую ниточку, как там в песне поется, да, у флор. Фиксируем шерсть в ладошке и пальцами рабочей руки аккуратно подкручиваем шерстинки и вытягиваем не резко, не сильно, а постепенно, не спеша тянем вот эту вот ниточку. Вытягиваем ниточку достаточно длинную, чтобы нам ее хватило на обмотку нашей проволочки. Отступив где-то полтора-два сантиметра от края проволоки, наносим клей. Вот эти полтора-два сантиметра у нас потом уйдут в голову, то есть когда мы будем вклеивать наши усики. Прикладываем конец ниточки и начинаем обматывать проволочку. Посмотрите внимательно на фотографию справа. Видите, нет никаких зазоров между вот этими витками. То есть как раз почему я взяла контрастную проволочку, чтобы вам было, дорогие мои, видно, что очень-очень аккуратно мы накручиваем прям виточек к виточку, чтобы ниточка ложилась равномерно. И немножко при этом подтягиваем, потому что если вы не будете натягивать вот эту веревочку, которая получилась, ниточку, то шерсть просто не приклеится к поверхности вот этой флористической проволочки. Дальше обматываем проволочку, не доходя до края где-то 5 мм. Здесь потом у нас будут окончания таких шариков, усиков. Снова наносим клей и продолжаем обмотку таким образом, чтобы у основания наши усики были толще, а сверху, соответственно, потоньше. Вот на картиночке справа это замечательно видно. После этого тоненькой иголочкой сваливаем два крошечных шарика, плотных, одинаковых шарика. Вот один видно внизу, там валяется у меня под рукой, под шилом. И проделываем в них сквозные отверстия. Вклеиваем, также используем тот же самый клей. И получаем, что у нас по итогу два одинаковых вот таких забавных смешных усика. Далее шилом формируем симметричные отверстия в голове и вклеиваем в них подготовленные усики. Только здесь не абы куда тыкать, а очень я вам рекомендую сначала поприкладывать усики просто к голове улиточки и посмотреть, как они где будут находиться, чтобы сразу уже попасть туда, куда надо. Или можно проделать отверстие, вставить усик, посмотреть, как он сидит. Не понравилось, аккуратненько дырочку заделали, переделали. По желанию также можно создать еще два маленьких, совсем вот крошечных усика, сколько, ну, сантиметр, наверное, может, чуть-чуть побольше. И вклеиваем их таким же образом, уже ближе к лобной доле. А можно просто два оставить, как было изначально. Вот дальше очень интересный момент, который я вам рекомендую использовать, чтобы улитка была действительно устойчива, чтобы она никак даже ветром ее куда-то не унесла, не сдала. Нам нужно будет заполнить раковину шерстью. В отверстие ракушки нашей вкладываем шерсть, и обратной стороной иголочки, вот там, где вот эта вот кочерга, вот эта загнутая, да, нам нужно постараться максимально глубоко протолкнуть шерсть вовнутрь вот этой вот ракушечки. Максимально глубоко, насколько это возможно. После этого наносим клей на ту шерсть, которую мы туда далеко убрали, снова вкладываем шерсть, и также обратной стороной иголочки мы сильно-сильно ее туда вдавливаем. То есть получается у нас такая за счет клея как бы фиксация происходит, да, что шерсть там фиксируется. И вот после этого мы начинаем добавлять туда вовнутрь шерсть, чтобы она не светилась, эта ракушка, на просвет, и при этом добавляла тяжесть нашей заготовки. То есть прикладываем кусочек шерсти, приваливаем, прикладываем, приваливаем. Потому что вот на правом слайде видно, там, где втыкается иголочка, ракушечка немножко раскрывается. И мы потом еще добавим на само тело шерсти, чтобы это действительно смотрелось все монолитно. У нас хоть и маленькая такая игрушечка, казалось бы, совсем крошечная, но все равно она должна быть сделана максимально аккуратно. Помните, я вам сегодня говорила, что ваша работа должна быть идеальная во всем. После этого наносим очень-очень аккуратно клей, не льем, ничего не заливаем, просто аккуратненько пропитываем и немножечко еще наносим на саму ракушку и выжидаем чуть-чуть времени, чтобы клей немножко подсох. И после этого сильным нажатием придавливаем раковину к самой улиточке, на то место, на которое вы примеряли ранее. Видно, да, вот как раз вот здесь вот хорошо, у меня аж пальчик побелел, что я сильно-сильно надобила. Ну, ракушка, понятно, что плотная должна быть, чтобы она не разрушилась во время работы. И вот здесь как раз видно, что я добавляю тело улитки в маленький крошечный кусочек, приваливаю вот в этой дырочке, чтобы видно было, что улитка, она как бы вылезла из этой ракушечки. Тоненькой иголочкой, номер 38, я приваливаю крошечный кусочек шерсти в это место. Далее, вы можете оставить ее так, улитку, давайте вернемся, вот она вроде и так симпатичная, да, а можете игрушечку свою затонировать. Я работаю кахеноровской пастелью, у вас, может быть, какие-то свои краски имеются, то есть это сухая пастель, ни в коем случае не восковая, не масляная, а именно такой вот мелок, который можно покрошить в порошочек и аккуратно кисточкой нанести на шерстяную поверхность. Как видите, я канцелярским маленьким ножичком крашу этот мелок и потом уже непосредственно тонирую игрушечку. Если вдруг под рукой нет у вас пастели, наверняка у каждой девочки в арсенале есть какая-то косметика, не знаю, пудра, румяна. Пока нет у вас пастели, если вдруг не обзавелись, вы можете использовать ее для работы, но только без перламутра, чтобы не блестело вот это вот все, ну, перламутр, он дает такой неприятный эффект, более того, что это видно, что это косметика, то есть именно матовая пудра, матовые румяна, матовые тени и так далее. И, пожалуйста, помните, что мы не красим нашу игрушечку, мы ее тонируем, то есть мы на кисточку берем прямо самым-самым-самым кончиком, набираем красочку, уже аккуратно наносим на поношерстяную поверхность, причем я вам очень рекомендую сделать заготовку, кто еще не тонировал пастелью, свалять заготовочку и уже на ней попробовать, как ведет себя краска, любая краска, вообще не важно, с чем вы работаете, масло, акрил, пастель, все что угодно, если вы хотите попробовать, делаем заготовочку, наносим, да, если вот бывает иногда игрушка какого-то такого яркого цвета, я сомневаюсь, как ляжет тонировка на нее, я также делаю образец, на котором пробую, как ведет себя красочка, потому что сочетание одного цвета с другим может дать совершенно неприятный эффект, поэтому лучше попробовать. Ну что же, дорогие мои, я вас поздравляю с рождением маленького чуда, и скажите, пожалуйста, понравился вам урок, был ли он вам в чем-то полезен, а я пока посмотрю, остались ли у нас какие-то вопросы, по этому мастер-классу, может быть, вы еще что-то зададите. Какая фирма, Елена спрашивает, это просто английские иголочки, у них нет конкретной фирмы, я заказываю напрямую в Англии иглы, то есть уже давно, уже, наверное, лет 5, как я вообще здесь никакие иголочки не покупаю. Наперстками не пользуйтесь, нет, Вера, наперстками не пользуйтесь, у меня такая технология, что я не колю пальцы, просто надо правильно работать. Есть иглы Райхер в магазинах, помимо гаммы, это, по-моему, тоже Китай, китайские иголки нам не подходят. Так, очень круто, спасибо, урок понравился, идея с рожками, просто блеск, спасибо. Ну и чудненько. Девочки, до завтрашнего вечера, запись будет у вас доступна в этой комнате, вы сможете сотворить себе такой же маленького друга, такого же, или подружку, пусть это девочка будет, да, если завтра днем у вас не будет возможности уделить время просмотру и валянию, то потом уже запись ищите по ссылочке, где находятся записи выступлений всех наших замечательных мастеров. А я тем временем буду с нетерпением ждать ваших улиточек, которых вы создадите по этому уроку, пожалуйста, мне потом присылайте. Так, рожки тонировались с хуйпастелью, да, Елена тоже все пастели, я тонировала. А можно достичь, знаешь, каковышек игрушек, используемый зеландский кардачос? Да, конечно, можно. Это как мы сейчас были в Германии на выставке, мне там одна англичанка подошла, Лена, ну как же вы, как же вы создаете такую поверхность? У вас, наверное, шерсть какая-то особенная. И мы так, я плохо английский знаю, она вообще кроме английского ничего не знает, у нее еще диалект, такое произношение интересное. В итоге мы договорились, что я ей пришлю шерсть попробовать, а потом уже, когда мы приехали, мы с ней списались, уже я поняла с помощью переводчика, что же она имела в виду. Я говорю, так дело не в шерсти, дело в том, как вы с ней работаете. И вот сейчас буквально на днях она у меня купила видеокурс, где показана шлифовка, да, и она, ой, Лена, все, спасибо, я поняла. То есть, девочки, дело не в шерсти, кардачос, это гребенная лента, не важно, дело в том, как вы работаете, что вы делаете. Дело в технике, на которую я потратила многие-многие годы. Ну что же, теперь я хочу вам представить один из самых потрясающих, наверное, моих видеокурсов, это обучающий фильм «Медвежонок Сани. Чудо рождения подвижной игрушки». Да-да, именно подвижной, я вам сегодня показывала уже. Медвежонок умеет крутить головкой и шевелить лапками, он может стать не только вашим любимцем, но и другом для вашего ребенка, потому что мешка совершенно интерактивная, а поверхность игрушки, вот видите, да, она такая прямо плюшевая-плюшая, она проработана таким образом, что ее можно трогать и заминать столько, сколько вам хочется. Более того, лапки сделаны таким образом, что как бы вы их ни крутили, ничего нигде не протрется, ничего не оторвется. То есть, как я уже говорила, я закачествую все работы, которые делаю, я делаю на века. Итак, представленный видеокурс это 3,5 часа насыщенной обучающей программы. Для удобства курс разбит на 14 подробных видеоуроков и рекомендую всем, кто работал, работает или будет работать по моим курсам, перед началом работы, посмотрите его как сериал, то есть от и до. Сразу я вас уверяю, у вас отпадут совершенно все вопросы. Фильм снят с использования профессионального оборудования, на максимальном приближении, при его просмотре ничего не ускользнет от вашего взгляда. И еще такая пометочка, что курс адаптирован только для компьютеров с операционными системами Windows и Macintosh. Давайте я вам подробно покажу, что же будет в этом курсе. И сразу хочу обратить ваше внимание на то, что все картиночки, которые я вам сейчас буду показывать, это не отдельно снятые фотографии, это скриншоты с видео. Итак, в первой части я расскажу вам краткий план действия на весь видеокурс, а также какие материалы вам понадобятся для работы. Здесь вообще вот с каждым новым курсом я стараюсь максимально упростить задачи, чтобы вы не бегали по магазинам в поисках каких-то специфических материалов, инструментов. То есть, по сути, вам понадобится не так много, как может показаться на первый взгляд. Также вместе с курсом вы получите список материалов. В нем будет указано, какие будут обязательны для работы, а какие можно чем-то заменить, то, что наверняка у вас есть в доме. В фильме я подробно рассказываю, как это все и чем заменяется. Ну, вот вдруг у вас нет под рукой того, что сейчас надо. Я говорю, хоп, а вот мы можем этим заменить. Это все у нас будет в первом уроке. Во втором уроке мы с вами рассмотрим голову и туловище. То есть здесь вы научитесь осознавать основные заготовки, узнаете, какого размера. И вот здесь я как раз показываю, какой плотности, что должно быть, рассказываю, нажимаю, да, чтобы вы понимали, потому что видеокурс все-таки его живьем не потрогаешь. Ну, поэтому я бы максимально постаралась вам рассказать, что и как должно быть. Естественно, здесь вот я показываю, как правильно работать с инструментом. Многократно я напоминаю об этом, возвращаю вас к этому, если вы забываете, чтобы не ломать иголочки и не колоть свои пальчики, что тоже очень важно, потому что, ну, минус такой, наверное, валянию, что иголочки очень острые. Про неправильной работе, если мы попадем в пальчик, конечно, это очень неприятно, это больно, это кровь, это фу-фу-фу. Поэтому здесь вот я учу, как этого избежать. Ну, вообще, таких ошибок избегать вообще на данных этапах работы. Я вообще всегда говорю, что вот здесь вот так, так и так надо делать, а вот так, так и так не надо делать. Да, я уже предосвещаю какие-то ваши вопросы, я вас ограждаю от них. В третьей части мы узнаем про глазки. Вы узнаете, как сделать глубокие глазницы с ровной и четкой границей, чтобы в будущем посадить глазки. Естественно, вы вставите глазки, обработаете область вокруг них. Ну, и покажу, как вклеивать. Вот здесь тоже все подробно-подробно показываю, как делаются отверстия, как примеряются, как сделать, чтобы все было симметрично, какое-где расстояние должно быть. То есть все очень-очень подробненько. В четвертой части вы узнаете, как свалять мордочку. Посмотрите, он еще вроде только-только-только начал делаться. Уже такая милая у него мимика хорошенькая. Да, мы заводим вот это трогательное, милое настроение нашему персонажу. Вы научитесь, как обработать область вокруг глаз. То есть нам нужно будет свалять веки нашему, медвежонку, надбровные дуги. Да, вроде это так и не бросается в глаза, но здесь очень детально это все проработано. В пятой части мы рассмотрим очки. Вы узнаете, как свалять плоские детали, как их привалять, как задавать им изгиб, куда они вообще крепятся, почему они туда крепятся. Ну и, соответственно, мы с вами сформируем ушную раковину. Если видите, наверное, на картинке, на скриншоте с видео, еще раз подчеркиваю, как раз видно вот эти вот впадинки. В шестой части, ну это вообще мое такое, наверное, многогодовое достижение. Я всегда делала носики и никогда не могла добиться вот эффекта кожаного носа. Вот что только я не делала. И так, и сяк. И даже у других мастериц спрашивала, ну как вы делаете, там пыталась это сделать. Все равно мне не нравился эффект. И вот в этом году я пришла вот долгими-долгими опытами. Девчонка там некоторым даже показывала, как эти опыты проводила, да, вот именно к такому эффекту создания кожаного носа. Вот здесь я вам очень подробно, как создать именно такую фактуру, имитирующую кожу. Еще и по ощущениям, когда его трогаешь, очень приятно, такой классный, целовательный нос. В седьмой части вы сваляете заготовочки для передних и задних лапок необходимого размера. Я все время работаю с линейкой, показываю, какого размера должна быть заготовочка. То есть я вас не пускаю в свободное плавание, да, вот вы будете четко-четко-четко, чтобы нужный размер лапок и головы, и туловища. Вы узнаете, какой формы должны быть лапы при подвижном соединении, вот это, да, чтобы в последующем их закрепить правильно. Вы научитесь создавать вот эти соответствующие формы, как куда повернуть, почему повернуть так, почему сяк. Сформируйте объемные подушечки пальцев. Вот я вам даже сегодня показывала, пяточки вот эти, да, вот эти вот ладошечки такие милые. Именно с анатомической особенностью медведя. Я вам даже в видеокурсе показываю фотографии, как это все должно быть, почему мы делаем именно так. То есть все очень-очень подробно. В восьмой части мы с вами рассмотрим подвижное соединение головы с туловищем. Вы узнаете, как создать это подвижное, не тяное крепление, не шплинтовое у нас. Узнаете, каких ошибок избегать, потому что здесь действительно нужно постараться. То есть я вам сразу скажу, вот так мы не делаем, делаем вот так, да. И, естественно, я вам покажу, как маскируются места утяжек, потому что нитку нам нужно будет тянуть очень-очень сильно, чтобы было все очень-очень крепко. В девятой части вы узнаете, как создавать подвижное соединение лапочек с туловищем. Узнаете, как научиться ровно их устанавливать, чтобы не было такое, что одна лапа дальше, другая ближе, одна выше, другая ниже, да. Своими руками вы создадите стопоры для креплений, то есть не надо с выпученными глазами бегать по магазинам, искать, что же такое стопор, где его взять, как еще найти размера под вашу игрушку. Я вам покажу, как его и как, из чего можно его сделать своими руками, как правильно его сделать. Именно подходящего размера под вашего зверючка. То есть это может работать абсолютно на любой вашей игрушке. Стоит это копейки, а результат вообще потрясающий, возможности не ограничены под любую вашу игрушку. Вы узнаете также, как спрятать эти стопоры, замаскировать места утяжек, чтобы они не бросались в глаза, но и где и как создаются у нас дополнительные объемы после того, как мы лапки с вами присоединим к туловищу. В 10-й части мы рассмотрим с вами первичную тонировку. Да, у нас есть и первичные, и вторичные. Все это в несколько этапов делается. Вы научитесь приемам оживления игрушки, узнаете различные приемы и техники тонировки. И также расскажу, что такое первичные, что такое вторичные, зачем они нам нужны. В 11-й части, ну, безусловно, как же без этого, я покажу вам, как правильно распушить медвежонка и как добиться вот такой вот велюровой поверхности, которая не заминается, не проминается. Покажу вам очень поэтапно, как выполнить многоступенчатую стрижечку. Вы научитесь обращаться не только с ножницами, но и с тримером. Я вам покажу, как работать. Узнаете, как избавиться от лишнего ворса, потому что, да, вот, во-первых, у нас игрушка, мы ее распушили, нам ее нужно будет, видите, там вот лежит щеточка такая, пуходерочка, все лишнее надо будет убрать. И вот я вам покажу, как это все убирать, чтобы потом, когда ваш заказчик или ваш клиент взял работу в руку, я, если не дай бог, там кому-то подарил, там или еще что-то у кого-то напразднование, темная одежда, чтобы вот этот ворс нигде не сыпется. То есть все мы убираем, все остается идеальная поверхность вашей игрушечки. Вот это все я тоже показываю и рассказываю. Ну, естественно, мы сделаем финишную тонировку. Вы посмотрите, какие лапочки, да, вот я поэтому никак не могу с ним безвежонком наиграться, потому что он весь вот такой вот трогательный. Расскажу вам, для чего нужна эта тонировка. Также вы затонируете вот эти лапки, чтобы они стали еще более объемными, то есть мы создадим их объемными из шерсти, а потом еще добавим дополнительного объема еще за счет тонировочки. Я покажу вам, какие цвета, как накладывать, куда накладывать, почему. То есть все тоже очень-очень подробно и очень детально. Супер, вы чем-то пропитываете игрушки. Нет, в данном случае ничем не пропитываю, а вообще все зависит от поставленной задачи. Так, укрепление подвижных частей. Вот здесь как раз-таки я вам покажу, как укрепить вот эти вот подвижные части. Вот наверняка вы все сталкивались, но я-то сталкивалась точно, потому что очень много раз я пыталась сделать вот именно подвижные вот такие детальки, и приходило к тому, что шерсть либо протирается, либо заминается, либо начинает разбалтывать. Вот здесь я тоже изобрела такую технологию, которую я вам тоже подробно рассказываю, чтобы все это было статично, чтобы никуда ничего не заминалось, нигде ничего не протиралось, чтобы это было сделано у нас на века. Вы узнаете, какие инструменты и вообще что для этого необходимо, и как правильно с ними работать. Ну и тададам! Мы вместе, конечно же, порадуемся, какую красоту создали. Я свою медвежоночку сделала малинку, вы, может быть, тоже сделаете малинку своему, медвежоночку сделаете. Ну и на выходе, конечно же, вы получите прекрасного игрового медвежонка, с ним действительно можно играть, не бояться, что у него что-то оторвется или с ним что-то случится. И если вы будете продерживаться тех рекомендаций, размеров, которые я предлагаю в курсе, вот по линейке, да, то на выходе вы получите такого прекрасного ладошечного мишку, размер его 11 см в сети 14 см, с лапками, если лапки опустить вниз, общий вес игрушки около 70 грамм, то есть совсем немного, да, совсем чуть-чуть. Итак, дорогие мои, полная стоимость курса 5100 рублей. И у меня на сайте, на ярмарке мастеров, он подается именно по этой цене. Но только сегодня в формате фестиваля я предлагаю вам приятную очень скидочку, это 1200 рублей. И в течение трех дней вы можете приобрести курс по этой скидочной цене всего за 3900 рублей. Учитывая объем информации новых хитрых авторских приемов, которые разрабатывались, мы, как вы поняли, уже годами, мне кажется, что если оценить труд, то это совсем смешная цена. То есть вы получаете такую концентрированную выжимку моих суперзнаний. Также в подарок этому курсу вы получите мастер-класс в формате PDF по созданию веточки малинки с подробным описанием каждой фотографии. То есть он всегда будет у вас на компьютере под рукой, и вы сможете создать не только веточку малинки для вашего медвежонка, но и приятный аксессуар в виде брошечки или закорки для себя. То есть, да, если сзади проделали основу для броши, все прекрасно, у вас получилась брошечка. И еще один приятный бонус. Каждый, кто пройдет обучение по этому курсу, получит в электронном виде именной диплом за моей подписью о том, что прошел у меня обучение. Но это будет только после того, как вы выполните работу. Ну, казалось бы, что такое мелочь, да, а вот нет. Диплом все-таки нужно заработать, а для этого надо потрудиться. Более того, потрудиться хорошо. То есть это будет для вас такой дополнительный стимул к качественному развитию, а вы уже знаете, что я всегда радею за качество абсолютно во всем. Потом вы дипломчик себе сможете распечатать, повесить на стену, либо разместить в своей любимой соцсети и гордиться, в общем, своими достижениями, собой, перед друзьями, и перед своими близкими за выполненную работу. Также я вам сегодня предлагаю еще видеокурс «Создаем весенка Лаки исполняющего мечты». Вы знаете, Лаки переводится как «Удача». Полная стоимость курса 4 800, но сегодня я вам предлагаю также с огромной скидкой за 3800 рублей. Очень интересный курс, великолепные результаты по нему получаются. Здесь 4 часа 20 минут тоже концентрированной полезной информации, тоже в качестве HD обязательно, максимальное приближение. Вы все увидите. 12 уроков – это для вашего удобства. То есть каждый урок в любом курсе у него есть свое имя, свое название. Вы никогда не заблудитесь, вы не запутаетесь, вы очень быстро сможете найти конкретно ту информацию, которая вам нужна, даже если вы делаете какую-то другую работу или, допустим, что-то забыли. Курс также адаптирован под операционную систему Windows и Macintosh. Смотрите, что у нас там будет. Вот слева маленькие картиночки. Это тоже скриншоты с видео. Вот настолько близко все показано. Самая главная фишка в этом видеокурсе – это роспись глаз. Такие прекрасные глазки у лисенка лепятся и расписываются. Вот здесь я показываю на макроприближении. То есть каждый мазочек, все, 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 все вы будете видеть. Мы, естественно, сконструируем саму фигурку. Я вас научу, как смешивать цвета, чтобы получить, видите, вот такую красивую опушку, плавные переходы. Мы с вами оформим вот эту вот такая миниатюрная мордочка, вот эту замечательную мимику. Выполним многоступенчатую тонировку. Динамичный хвостик с изгибами мы такие создадим. Ушки такие тоже с раковинкой замечательные. Естественно, мы распушим нашего лисеночка, сделаем ему стрижечку. И еще я вас научу, как кодировать вашу игрушку на удачу. Не зря его зовут Лаки. Это лисенка, он так, можете даже для себя сделать и проверить. Все, кто делал, говорил, Лена, это работает. Вот я вам вас научу, как сделать так, чтобы это работало. Вы можете и себе сделать, а можете сделать кому-то в подарок с кодировкой на то, что вы хотите. Еще я вам предлагаю сегодня видеокурс «Синочек Монмаранси». Тоже стоимость курса полная 4 800. И предлагаю вам скидочку также приятную в 1000 рублей. Здесь еще больше информации по времени. 5 часов 40 минут концентрированной также полезной информацией. То есть вы не думаете, что я там ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла поделаю без дела. Нет, я только то, что надо, только то, что вам необходимо знать. Да, я в этом видеокурсе тоже 12 видеоуроков. Тоже шикарное, потрясающее качество. Очень-очень рекомендую к просмотру. Сама очень люблю этот курс. Вот кто мне сегодня писал, что совершенно не умеет рисовать? Вот я вас здесь научу рисовать. Причем я научу рисовать со 100% гарантированным результатом. Вот тут испытывал опыт и ставил на своем муже, который у меня даже кружочек ровно не может нарисовать, круг, вот Сережа по моей науке, по моей технологии нарисовал совершенно потрясающий эскиз. И, в общем-то, он был такой первый. И все девчонки, кто не умеет рисовать, делятся своими результатами, у всех получается. Здесь у меня особая технология. И в будущем любое изображение вы сможете самостоятельно по этой технологии перевести в желаемый вам эскиз. Естественно, также у нас здесь будет и правильная работа с инструментами, и как соединять детали, и, кстати, как определить центр тяжести. Посмотрите, щеночек стоит на задних лапах. Я тоже очень часто слышу, вот как мне центровать, я не знаю, у меня игрушка все время заваливается. У него хоть и есть дополнительная третья точка опоры, это хвостик, но в курсе вы увидите, что он может стоять самостоятельно, хорошо и на своих лапах, без хвостика. Хвостик – это уже так, приятное дополнение. Вот все я здесь рассказываю, как это делается. Ну, естественно, и тонировка, и смешение цветов шерсти. Причем, обратите внимание, у щенка темные пятнышки. А вы знаете, что если мы положим на светлую шерсть, темную шерсть, и потом распушим, у нас светлая шерсть пойдет наверх вместе с темной, да, то есть пушистый зверечек, и не будет такого яркого, вот одноцветного пятна. Я же вам покажу, как сделать это так, тоже моя придумка, тоже технология, как, чтобы эти пятнышки играли, чтобы они где надо было вам перемешивались, так, где не надо, они оставались такими, такого цвета, как вам нужно. Ну, естественно, мы стрижечку выполним, посмотрите, здесь у него и длинные волосики, и короткие, и совсем короткие, вот щечки, да, такие пушистые, ушки плюшевые такие, да, вот разная-разная многоступенчатая стрижечка. То есть очень тоже рекомендую, потрясающий курс. Ну, и думаю, предложение, от которого вы точно не сможете отказаться, потому что совершенно сумасшедшее, но завтра у нас лето наступает, поэтому пора делать подарки себе, своим любимым, чтобы во время отпуска или отдыха где-то на даче вам было чем заняться. Поэтому я вам предлагаю летний комплект из этих трех курсов всего за 10 500 рублей. Выгода очевидна, то есть получается, вы экономите 4 200 рублей. На эту сумму можно купить еще какой-нибудь видеокурс от любимого мастера и накупить себе огромную кучу материалов для всех курсов и творить, творить, творить. Ну, вообще, даже еще останется после этого деньги, потому что сухое валяние вообще не предполагает больших финансовых затрат. Пожалуй, наверное, один из самых экономных видов рукоделия, то есть себестоимость копеечная, преработок вы можете получать очень хорошей при качественной работе. Так, вот, более того, что еще каждому из курсов у вас будут еще и свои подарки. Я же про это забыла, что про веточку малинки я вам уже сказала, она идет в комплекте с медвежонком, а вот к щеночку прилагается не менее подробный фотомастер-класс в формате PDF, это веточка мимозы. Теперь помимо малинки вы сможете создать себе или своему зверечку еще один приятный аксессуар. И самый главный такой подарок, великий подарок идет в комплекте с лисеночком. Это книга моего авторства «Ойлочные звери». В ней 13 мастер-классов разной сложности от простого к сложному, да, то есть открываете книжечку там попроще, в конце, естественно, посложнее, тоже с подробными описаниями каждого вашего шага. Книга также будет идти в комплекте с курсом в формате PDF, то есть приобретая три курса вы получаете в подарок еще огромное количество обучающих мастер-классов. Эх, вот было бы такое предложение, когда я только начинала валять, да, но, увы, увы, в то время даже такому мечтать было бессмысленно, так что берите обязательно, уже с опытом я вам говорю, что не прогадайте. Но! И это еще не все. Предлагаю вам поистине царский подарок, считаю, что, наверное, это вот самый главный подарок, который может быть, это бесплатная и бессрочная поддержка в работе по всем видеокурсам. Вы можете работать, начать сейчас, можете через год. Я всегда буду рядом и всегда вас поддержу, всегда вам помогу. Скажу вам даже тихонечко так, по секрету, у нас не просто группа, у нас такое сообщество друзей-единомышленников, объединенных одним прекрасным делом. Мы дружимся, мы общаемся, мы учимся вместе. Для участников группы я устраиваю закрытые бесплатные встречи с подведением итогов и массой полезной информации. То есть, ну вот, иногда мы просто собираемся вот так вот вечерочком вместе, как сегодня с вами, и проводим несколько часов. То есть, мы вместе и учимся, и развиваемся, всегда поддерживаю. И с некоторыми девчонками мы даже уже вживую встречались. Кстати, вот в декабре этого года на выставке «Искусство куклы» мы с ученицами, которые обучались по видеокурсам, будем представлять стенд с нашими работами. Вот так. Благодаря моей поддержке в группе, то есть, у девчонок идет колоссальное развитие, мне не стыдно их представить, показать, то есть, я горжусь. За год существования группы многие уже выросли в своем мастерстве, уже успешно продают свои работы. Некоторые девочки даже уже начали преподавать. А те, кто вот начинают с нуля, потому что часто, вот, а я с нуля, я никогда нибудь иголки с шерстью в руках не держала, получится у меня, получится, девочки. Уверяю вас, у нас много примеров, кто впервые берет иголочки в руки, сразу получает потрясающие результаты. Ну, что говорить, давайте я вам лучше покажу. Вот, смотрите, медвежатки, вот как раз выполнены по курсу. Вот, наверное, передовики нашего производства, Надежда Арифова и Олеся Скорбогатова. Посмотрите, какие они все ладненькие, какие они все сладенькие, аккуратненькие, одно удовольствие смотреть и уверена, что играть с ними тоже. Вот Надя, например, она не смогла расстаться со своим медвежонком, оставила её в себя. Казалось бы, да, вот все мы взрослые люди, все какие-то адекватные, да, а с такими игрушечками обращаемся как дети. Ну, вообще-то так здорово, это всегда море положительных эмоций. Как известно, позитив нам проклевает жизнь и бодрость духа. Так, давайте ещё вам покажу. Вот лисятки наши, рыжие прелестники, чудесные подниматели настроения. Как жалко, что не могу вам показать, конечно, всех малышей, но попав в группу, вы обязательно сможете рассмотреть готовые работы и процесс создания, как девчонки создавали своих лисяточек. Когда создавала, кстати, вот этот вот курс, я очень переживала именно за роспись глаз, которые обучаю. Но, как видите, что все справились и не мудрено, потому что процесс росписи снят в режиме макро, где видно каждый-каждый-каждый мазочек кисточкой, то есть вы просто повторяете за мной каждое движение. Давайте полюбуемся ещё на щеночков. Ну, посмотрите, разве не прелести? Все сделаны по одной науке. Казалось бы, вроде одинаковые, но при этом все они такие разные. Олесин щеночек, вот посерединке, который тоже остался жить в семье, муж его забрал, за словами, что всё никому не отдам. Ну, в общем-то, я с ним полностью согласна, потому что, ну, как можно не влюбиться вот в столь чудесное создание? Вот, смотрите, отдельно покажу вам работу Ирины Курякиной, сделанную победил курсу «Ёжик Шуничка». Ну, это я вам так уже просто хвастаюсь, да, вот по всем курсам, которые были. Была вот возможность встретиться, сфотографировать наших ёжичков вместе. Посмотрите, то, что покрупнее, вот это Иринин, тот, что поменьше, это мой, потрясающе, да, и не знаешь, вот какой лучше. А ведь Ирина, кстати, не была вообще практически опыта в Валяне, ну, так, чуть-чуть совсем, да, вот когда начала работать по видеокурсам, стала получать такие потрясающие результаты. Ну, ещё вот вам несколько ёжичков для любования. Я иногда разглядываю фотографии, у меня такая гордость за учеников берёт, за их труд, за их отдачу, за их результаты. Понимаю, что вот живу, творю не зря, сегодня девчоночки тоже мне много спасибо говорили, что по курсам работали. Все курсы очень насыщенные, все со сложными моментами, и каждый вот человек, который работает по моим курсам, он сталкивается для себя с чем-то новым, потому что в каждом курсе мои личные наработки и разработки, которых не было ещё нигде и никогда, нигде вы их не увидите, но каждый раз человек сталкивается с чем-то новым, и каждый раз все в той или иной степени, но справляются на ура. Конечно же, это может не радовать. Вот, смотрите, самые брутальные, пожалуй, наши малыши, это крокодильчики. Но смотрите, какие они милые, разве можно воспринимать их как каких-то злобных, агрессивных существ? Все вот обаяшечки, все улыбашечки. Я периодически выкладываю работы своих учеников по видеокурсам в соцсетях, чтобы у вас была возможность полюбоваться и порадоваться за успех девчонок. Может быть, их успехи вас тоже вдохновят на какие-то великие открытия, на какие-то великие совершения, поэтому вот вам показываю. Вот, кстати, хотела вам ещё показать девчонок, которые тоже начали уже самостоятельно преподавать технику сухого валяния. Надюша Арифова, моя сладенькая девочка, валянием занялась, ну, относительно, можно сказать, недавно, чуть больше года назад, но стремительно выросла как раз-таки на моих видеокурсах, теперь уже она не просто самодостаточный мастер, у которых заказывают, насколько я знаю, по-моему, у неё уже до ноября уже сейчас заказы все расписаны, да, а ещё великолепный преподаватель. Ну, вот смотрите, разве не круто? За год это, девочки, за год. Так что, вот вам живой пример. Будете в Новороссийске, обязательно к Наде сходите на живое занятие, чтобы зарядиться позитивом и потрясающий результат получить гарантированно, да, это вот посерединке это работа её учеников. Сашенька Головкова тоже видела сегодня её в чате, тоже моя одна из самых любимых учениц. Почему любимых? Ну, потому что много работает, тоже стремительно развивается, ведь вот тут успешный человек, он не избегает трудностей, он идёт навстречу к ним, даже если вот ошибки какие-то совершает, пусть он порадуется им, да, то есть вот не опускает руки, потому что важна результативность, важна отдача, потому что вообще вот, когда в итоге вы получите положительный результат, это и будет по итогу вашим успехом. А вот все неудачники, пусть они там и остаются где-нибудь жить в своём безопасном режиме, да, мы будем с вами двигаться дальше. Вот, пусть они там сидят боятся, там они боятся трудностей, всего, а мы пойдём вперёд, потому что помимо трудностей у нас с вами ещё много чего интересного и мы с вами хотим быть успешными людьми. Я больше чем уверена, что сейчас многие из вас боятся начинать, как раз-таки боятся вот этого успеха, боятся изменений в своей жизни, но, надеюсь, мой пример и результаты моих учеников сейчас отбросят все ваши сомнения и страхи, потому что творчество это потрясающая реализация нас как женщин в первую очередь. А если наши любимые рукодели помимо удовольствия ещё и доход приносят, даёт возможность реализовать себя и не зависеть ни от кого, да, ну, девочки, что может быть прекрасней, да, мы королевы, вкладываем минимум, получаем максимум, особенно что касается валяния, я уже сказала, что себестоимость игрушки копеечна. И не важно, сколько вам лет, не важно, чем вы занимаетесь, не важно, какой у вас опыт, если вы хотите добиться успеха, начинайте уже сейчас. Не тратьте своё драгоценное время на поиск вот этих незначительных каких-то крупиц знаний из интернета. Бесплатный сыр, вы сами понимаете, где бывает, да, в нашей ловке. Потратите не только время, но силы, какие-то лишние деньги на покупку каких-то непонятных материалов. При этом, я вас уверяю, не получите совершенно никакие ответы на свои вопросы, которые вас интересуют. Ну и, соответственно, удовлетворение от того, что вы делаете, вы тоже не получите. Поэтому сегодня я предлагаю вам сократить годы работы, сэкономить своё драгоценное время, сэкономить силы и сразу начать работать правильно и качественно. И пусть там весь мир подождёт. Если хотите гарантированно получить сразу великолепные результаты, предлагаю жать вам на кнопочку слева «Заказать». И там вы сможете ещё раз внимательно изучить и осмыслить все предлагаемые мной возможности. Вы сможете там почитать отзывы учеников, заказать курсы и получить, соответственно, подарочки. А я буду ждать вас в нашей закрытой группе, ссылочку на которую вы получите после приобретения любого из продуктов. Но сразу предупреждаю, потому что все пойдут искать, ломануться эту группу закрытую, сразу скажу, что просто так в группу вы попасть не сможете. Ключиком для вступления в группу будет ваш активационный код, который вам пришлют вместе со ссылкой на скачивание курса. Я попрошу у вас последние 8 символов вашего кода, и после этого вы подадите заявочку на вступление, я её одобрю. Но это нужно для того, чтобы я удостоверила, что вы пришли не со стороны, а действительно приобрели курсы, потому что там реально кладезь информации, там очень всего много, и просто так налево-направо я раздавать этого не готова. Но никому, кроме меня, эти 8 последних символов вашего кода не даём, никому активационный ключ не даём ни в коем случае. Ну что же, мои хорошие, спасибо, спасибо, и вам спасибо, что пришли. Очень рада была всех вас видеть. Мои хорошие, мои любимые утеницы, вот, готова, готова. На сегодня я прощаюсь тогда с вами. Ещё какое-то время я буду поглядывать в чат, и отвечу на какие-то ваши вопросы, которые возникнут. Поэтому всем сейчас желаю огромной удачи, огромных творческих успехов. Давайте творить вместе. Серёжа, передаю тебе слово. Спасибо большое, Лена, за такое выступление. На одном дыхании. Спасибо. Да, просто прекрасно, здорово. Очень радуюсь, когда вижу твоих учеников, честно скажу, потому что, ну, каждый учитель радуется, когда у него есть люди, которые вот идут по его стопам, ещё идут быстрее, чем он когда-то шёл, прям на глазах расцветает. Классно. И в соцсетях на них на всех подписан, и смотрю на их творение всегда с удовольствием. Но что я, как обещал, тем, кто дождался этого момента, я покажу то, что у меня есть, а у вас нет наверняка. У меня есть вот такой замечательный, его зовут Мыхох. Это авторство самой Лены Смирновой. Вот такой вот зверёныш, которого мне подарили на день рождения, прислали. Было очень приятно. Вот он правильно свален с точки зрения твёрдости. Вот он такой прям, ну, не каждый валенок такой был в моём детстве, хотя я из Сибири. Вот. Так что вот такая вот у меня замечательная есть игрушечка талисманная.